Дождь, я не вышла ещё на наш сайт. Я уже вышла. Ты подключай, я буду пока говорить. Добрый день, девочки. Сегодня 1 апреля. И, конечно, без шуток не обойтись. И с нами техника шутит регулярно. И поэтому мы и обычно к этому относимся с позитивом. А сегодня уж как бы хочешь, не хочешь – это святое дело. Пошутить надо было. Такие добродушные шутки – это лучше, чем когда на тебя кирпич падает или что-то ещё. Поэтому относимся к этому спокойно, позитивно. Сейчас всё начнётся, потому что всё равно мы стараемся сделать так, чтобы все пришли вовремя, потому что вечно какие-то опоздуны бывают, которые не успевают как раз последнюю петлю довязать и очень из-за этого страдают. И мы тут почитали перед началом чат, что, оказывается, уже занимают очередь за час и сидят, ждут, как в театре, или как это, очередь по записи с регистрацией по номерам. Ну чего? Так что давайте, мы ждём, контролирую, чтобы спросить. Слышно нас? Так, сейчас я сама послушаю, слышно ли нас. Всё, нас слышно, значит, теоретически всё должно быть нормально. Сейчас прокрути, чтобы видно было. Вот. И поэтому, так как сегодня 1 апреля, то всё-таки мы будем позитивно, и такие мелочи, они не должны нас расстраивать. Они у нас регулярные. Они у нас регулярные. И не такие были. На самом деле они... Слышно ли ничего? Они, ну как бы, не то, что запланированные, просто нужно к этому относиться позитивно. Вот люди делятся обычно на две части. Те, которые считают, что стакан наполовину пустой, а вторая часть говорит, что стакан наполовину полон. И поэтому это ваше отношение к жизни, ваше мировоззрение. То есть кто-то будет страдать, опять выпила, а кто-то говорит, слава богу, победили. Не до конца. Не до конца выбила, да, ещё что-то осталось, и можем продолжать. Поэтому вот если вы хотите, ну как бы, жить без страхов, без болезней, без всего, всё-таки относитесь ко всему более оптимистично. Потому что, ну это такие мелочи, которые не заслуживают нервов и вот какой-то нервотрёпки. Ну да, ну выбила пять раз. Ну на шестой раз мы вошли. Получилось. Да. Вот, ну опоздали на пять минут. Ну как бы, ну что делать? Ну бывает, ну не досмотрели. На самом деле, мы как бы сильно готовились, тут очень много чего пересматривали. И... Света, Бог, вот делается подкупление. Да? Да. Ну, девочки, расскажу маленький секрет. Я худею регулярно, но почему-то у меня не получается. Я худею на пирогах, на блинах. У меня, мама, блины просто я не могу. Она у меня всю зиму блинами, у меня всю зиму пахнет. Это была, это как масленица. Это кошмар какой-то. Вот. Чего бы я только ни делала, у меня вес остаётся 66 килограммов. Я ем пироги, 66. Я не ем пироги, делаю зарядку, опять 66. 66 и плохое настроение. Да, и поэтому ем пироги, и вид у меня меняется вот как бы сам по себе, видимо от настроения. Мне очень нравится Кокраневская по этому поводу. Да, да, да. Вот, поэтому, не знаю, что бы ни делала, вот внешне как-то уходит, а вес остаётся один и тот же. Поэтому, знаете, уже махнула рукой. Ну, как мне подруга говорит, нечего красоту портить. Да. А мне косметолог сказала, что в твоём возрасте либо лицо, либо фигура, вот как бы ты выбирай. Потому как если ты сильно похудеешь, то лицо будет в складку, как шарпей. Нужно ли тебе ета? Идти и щеками размахиваешь. Да, идёшь и по ветру там эти болтыхаются. Поэтому вот как бы в нашем возрасте, в таком красивом, солидном, уже приходится выбирать, понимаете? Что, либо ходить скотчем приклеивать щёки, как это. Я когда раньше очень фотографией увлекалась, очень. Просто это было какой-то кошмар, наваждение просто было. Вот как вот вы вяжете, вот я так увлекалась фотографией. У меня дома студия, у меня тут эти фотоаппараты, всего. Как бы осталось ещё с тех времён, но не получается. То есть я в душе художников и фотограф. Это просто вот болезнь такая. И есть такой приёмчик для фотографирования. Во-первых, приходит к тебе модель, и тебе её либо фотошопить, либо ты её до этого как-то там, как это называется, причепурить как следует. Так вот скотчем можно взять и щёки вот туда вот, особенно прозрачным, раз, и туда вот за шею завести, в особенности, если волосы. И вот так вот подтянуть, и вот как бы туда. И тут волосинками причесать. Потому что в фотошопе 50 фотографий подретушировать достаточно тяжело. А вот таким способом, ну как бы и ничего. А второй подбородок, знаешь, как легко убирается. Вот так тоже скотчем туда, вот так вот. И потом, а потом у тебя получается юношеский овал лица, относительно которого ты шею вот это камуфлируешь. Очень просто. Ой, да, а потом ресницы отстегнуло. Да, 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 да. Отстегнуло. Прихожу сейчас в ванную, а там ресницы лежат. А у меня ребёнок это, тренируется ресницы наклеивать. Вот действительно, как это зубные протезы, там что-то такое, приходишь, а тут это лежит. Так как я ресницы не клею, то мне это удивительно. Я взялась и приложила, помахала. Красиво. Красоту ничем не испортишь. Даже хорошей косметикой. Да, да, да. А лоб можно, Наталья, спрашивает? Наверное, только-то волосы как-то, наверное, проблематичные. Ну, смотрите, вот у меня лоб открытый. Вот я как бы принципиально так хожу, я чётку не люблю. У меня она не держится. У меня волосы мягкие, они не держатся. Поэтому я за лобом ухаживаю. Вот тем, кому интересно, могу поделиться, опять же, секретом. В вечной молодости, да. Так как вы у нас, да, мы все зрелые, то вам тоже этот секрет может пригодиться. Во-первых, у меня очень хороший косметолог, который вообще просто не приемлет ботоксы и всевозможные вот эти иглоукалывания. И она меня научила всяким вот таким вот приёмчиком поддержания красоты в естественном состоянии. Во-первых, она как это говорит, евреи, не жалейте чай. Она мне говорит, Света, не жалей крема. Я говорю, как это? Она говорит, пригорошними бери и намазывай. Потому что лучше в месяц раз истратить одну баночку, там, за тысячу рублей крем или за 500 рублей, или кто за сколько там использует, чем ходить и смотреть на себя, на постную эту свою морду или потом идти каким-то подтяжком делать или ещё что-то. Ну, как она говорит, основу-то под крем. Не знаю. Я не знаю. Вот весна… Слушайте, склероз, да, у всех склероз. Склероз развивается очень активно. То есть, надеюсь, что это ещё не маразм, это ещё приступающая ступенечка. Да-да-да, это ещё только склероз, да? А витаминоз. Сыворотка, сыворотка под крем, как она говорит, что если вы будете делать сыворотку, может, никто и не заметит, что вы ухаживаете за собой. Но как только вы перестанете её делать, все сразу заметят. Вот такие вот вещи нужно… И поэтому у нас с Наташей один косметолог очень хороший на двоих, и он нас всяким этим секретиком учит. Но главный секретик – это, девочки, не жалейте крема. Кожу впитает ровно столько, сколько надо. Дорогого, либо дешёвого, но просто не жалейте. А кожу декольте, как она говорит, декольте, Света, сколько на лицо, на всё, вот столько на декольте. Вот. Потому что там кожу, как бы, всегда на остаточном принципе, и это неправильно. И за уши, и на уши, кстати, уши у нас тоже уже… Ну, это один маленький секрет. Это подарок. Это вам сегодня подарок. Так, ну чего, 15 минут, можно уже, в принципе, переходить на вязание. Можно и повязать. Да. Про красоту поговорили, про похудение поговорили, всё, можно и повязать. Вот. Так, ну чего, сегодня у нас будет шапка, как бы, опять же, заговорились, опять заболтались, опять не представились, да? Значит, каждый раз… Это правило про красоту. Мы в следующий раз продолжим, про луп расскажем. Значит, наши посиделки – это мероприятие, которое мы придумали для того, чтобы снять стресс от вязания. И так как мы с Натальей практикуем машинное вязание, и понимаем, что это не страшно, но знаем новичков, которые просто боятся дойти к машине до судорога. Конечно, не первоапрельская шутка, мы не шутим. Нет, 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 это не шутка. Ну вот, как бы, мне 50 лет, Наташа чуть-чуть поменьше, скажем так. Я прекрасно знаю, что на 50 я не выгляжу. Вот. И никаких иглоукалываний я просто не практикую, не приемлю. То есть у меня просто мировоззрение не позволяет это делать. Но секреты ухода за собой… Вот мне очень повезло встретить человека, который меня научил. И, как бы, худеть она меня тоже научила. Ну вот как-то я вот… Да, причем самое интересное, что меня всегда удивляет, что у нас и звезды, имеющие достаточно много средств, не худеют. Потому что с помощью нашего косметолога Вики я похудела за месяц буквально не в весе, а в объеме. В объеме на несколько размеров. То есть простейшие приемы – это все делается элементарно. И достаточно недорого. Поэтому меня удивляет, что люди, имеющие средства, не могут вложить в это себя. Мне кажется, что у них нету просто на это времени. Потому что, как говорится, либо время, либо деньги. Там подошел чик тебе, складку на животе отрезать, а ты месяц худела. Извините. Понимаешь, разные вещи. Разные вещи. Очень все просто. Да, но зато у тебя складка на животе, а здесь у тебя складки нет. Нет, у меня складка. Нет, у них складка. Они там камуфлируют под зону бикини и так далее. А здесь ничего нет, но время. Ну, как бы, либо время, либо деньги. Тебе не верят, что тебе 50? Мне не верят? Да, вот не верят. Да мне 51 даже вообще. А может, 52? Нет, 51. У нас такая большая разница. Мы с ней практически… Как это практически 5 лет? Как это? 5,5. 5,5. Да, мне 51, да. Когда смотрю в паспорте, не верю. Ну, я просто по жизни вот такой вот человек оптимистичный. Так, что-то мы опять не туда уходим. Так, вот тут Жанна пишет, что она не получает рассылку. Рассылку мы никому с вебинарами не рассылаем. Приходите в четверг, все открыто. Как только вебинар заканчивается, мы закрываем. Поэтому никому рассылок мы не посылаем с вебинарами. Значит, рассылки… Еще раз, все, переходим за косметику, закончили. Значит, и поэтому курс, который мы делаем в пятницу, это исключительно для того, чтобы снять страх от вязания. Потому что мы здесь не столько учим вязать, не столько раскрываем какие-то секреты, сколько стараемся показать, что вязание на машине – это элементарные приемы. И конференция, которая у нас была в четверг выступала. Прошлый четверг, да? В четверг. Или во вторник. Или в этот, во вторник. Я не помню. Я уже, да, уже тоже не помню. У меня тоже, у меня все вот тут. А витаминоз уже вообще пошел. Это к тому, что кто-то там что-то забыл? Да, да. Наталья Вальтер, которая уже 50 раз была на посиделках, забыла про время вообще. Причем написано МСК, 19 МСК. Надо, наверное, таймер поставить со временем, чтобы московское время это показывало. Так вот, не перебивай меня, я и так сама перебьюсь. Вот. Мы не учимся здесь вязать. Задача – показать, что, если вы умеете вязать квадраты, а у нас конференция была посвящена квадратам. Посмотри, идет видео или нет, потому что как-то она тут замерла. Мы не идем. Не, вот мы идем. А тут мы идем. Вот. Если вы умеете вязать квадратные вязальные машины, голые вы не останетесь. Я специально подобрала там массу-массу всяких вариантов, и те, кто видел, и кота связали. И чего там вязали-то? Кота вязали толстого, толстопопого. Толстопопого кота вязали. И вот рассказки были про вязание квадратов. И сейчас мы продолжаем эту тему, но кардиганы из трех квадратов вязать не будем, потому что тяжело. Мы будем вязать вот такие простенькие вещицы, потому что на примере шапок, знаете, вот я сижу, и у меня эти шапки из меня сыпятся просто. Я понимаю, насколько можно много чего сделать из прямоугольника. Вещи будут оригинальны. Причем мы же не ставим задачу выделиться, как вот эти фрики там всякие, так, чтобы на улице люди шарахались и обходили тебя. Нет, просто шапка у тебя будет нестандартная, а просто будет показывать, что у тебя есть возможность купить какую-то… Никто же не знает, что мы ее вяжем, что у тебя есть возможность достать, там, поиметь, получить. Я не знаю, как там, как это раньше было, как-то… нет, получить, достать. Достать, да. Вот, приобрести, неизвестно, сколько денег это стоит. Когда я ВКонтакте выложила какую-то страшненькую шапочку, которая 5,5 тысячи стоит, и спрашиваю, неужели такие цены, где такое? Магазин есть. Девочки, я же вам ссылку дала на реальный магазин. 5500 или 4500, какая-то совершенно страшная шапка. Безенка с лысым бантиком. С косичкой, нет, да не бантиком, с помпоном. Это помпоном, причем очень лысый такой, помпоном, бывает набитый, а бывает такие вот. Ну вот, я когда эти шапки вижу, то я думаю, что как бы 3 копейки поняла, что как бы символ достатка. Да, да. Вот. И поэтому наш проект «Изба вязальная» и вот эти вечерние посиделки направлены на то, чтобы вы вязали вместе с нами. Как только видео заканчивается, все выключается, и мы идем воплощать полученные идеи на своих детях, на родственниках, дарим. И мы уже знаем, что шапки, которые с посиделок у нас тут рождаются, пользуются большим спросом. Так что те, кто у нас готовится вязать на продажу, значит, копите эти идеи, делайте макетики, вот эти шапочки связывайте и выставляйте. Как это? Кто-то яйца Фаберже коллекционирует, кто-то машинки, кто-то кораблики, а мы будем шапочки коллекционировать. Очень главное – хорошо макетик сделать, еще желательно его хорошенько сфотографировать. И выставляйте. Да, и в портфолио. И все, и выдаем, продаем. Все. Вот идея такая. Мы несколько раз уже, Светлана, зацепились за мысль нашей Ольги Коломяйц, которая, связав четыре свитера, четвертый получился за четыре часа. То есть авторский такой свитер. То есть не просто там наваляли что-то. Действительно очень интересное. Покажем, скорее всего, в следующий четверг. Она обещала выслать фотографию. Четыре часа. Отработанная модель вяжется очень быстро. Если вы отрабатываете эти шапки, они у вас там за час в эту шапку будете выдавать. А стоить она будет тоже соответствующих денег. То есть отработанная модель нисколько не будет у нас занимать времени и сил. Причем это вот шапочка из прямоугольника. Если же мы переходим на шапочки, которые у нас тут дизайнерские, где она у нас? Шапочка из квадратов. Шапочка из квадратов. Шапочка из квадратов. Те, кто был на мастер-классе, они ее связали и сказали, что когда эту шапочку смотришь на картинке где-то со стороны, может быть, это не очень хорошо видно. Но когда ее видишь уже у себя готовую, то ты понимаешь, что на самом деле красота необыкновенная. И не так все просто, как... Ну, с другой стороны, не так сложно. Не так сложно, но... На ребенке будет очень красиво. Не обязательно в красном варианте, можно и в чисто белом. Вот, на самом деле продала шатлантку. Вот, ну поздравляем. Да, поздравляем вас. Поздравляем, нас почином. С почином. Все, давай, поехали. Да, а то мы заговорились, что-то уже забыла, зачем мы пришли. Да, зачем? Мы пришли повязать. Так, мы пришли повязать, и сейчас мы будем вязать очередной квадрат. Так, ты меня разверни. Мы, наверное, будем вязать прямоугольник. Прямоугольник, да, мы обычно вяжем квадрат, и сегодня мы вяжем... Ой, ты опять мышку куда-то взяла. Будем вязать прямоугольник. Так, камера мне мешает. Все, как всегда. Так, вязать мы будем на другого ребенка поменьше. Так. Так, ну, на самом деле, поскольку это будет всего лишь прямоугольник, я не думаю, что вам нужно показывать всю машинку. Будем вязать частично. Так, так, так. Что-то я не могу ее настроить. Раз, два. Так что ли? Начинаем. Подбираем ниточки. Вот смотрите, у меня... Мы обожаемый акрил. Полный мешок вот таких разноцветных ниток. Они все очень цветные, яркие, позитивные. Брать буду вот первый попавшийся из пакета и вязать по 10 рядочков. Слышка. Набираю я 66 петель. Так, 10, 20, 30, 40, 50, 60. У меня, Каламет, захвалили меня, неудобно даже. Да тут слов не хватает, чтобы высказать все, что мы о вас думаем. Потому что человек, у которого столько дел, столько дел, умудряется еще всех своих родственников, и про внучки я вообще не говорю, сколько там внучкам всего навязано. Поэтому удивительно. И когда нам говорят, что у меня нет времени, ну пересмотрите свой этот рацион. Я думаю, что у вас больше времени, то есть меньше времени, чем у человека, имеющего автосалон. И при этом не забывающего про хозяйство. Да, еще и хозяйство, еще и внучки, которые еще уроки делают. Ведь не просто так, а уроки делают. И котов, и на все случаи жили. На все. Поэтому, когда говорят, что нет времени… Все определяется желанием или желанием делать, или желанием придумать отговорку. Отговорку, да. Все. Начинаем вязать. Мне очень нравится, когда пишут письма, что не могу, болею, там, болею, не могу, там, что-то спина ломит, там, что-то. А потом говорят, нет. Как же я не свяжу-то? Да я от этого… Еще больше заболеет. Посыл, получаю энергии, что из могилы поднимает вязание. Поэтому вяжите, девочки, вяжите, и зарядка будет, и похудеете, и все у вас будет. Так, мы набираем на бросовую нить 66 петель. Независимо от какой машинки, мне нужны открытые петли по краю. Поэтому 66 петель, открытым способом меня вспомогательная нитка, ряд катушечной, и после этого начинаем вывязывать нашу шапочку очередную. Это будет шапочка. Ну, наверное, поняли, что у нас сейчас пробили на шапочке. Мы хотели что-нибудь еще связать, но… Пока, кажется, он не поменялся. Мы хотели что-нибудь еще, но очень тяжело, потому что мы за два часа не успеем точно. А прямоугольники я специально для вас выложила, вот специально конференцию, специально даже тему такую взяла для ленивых вязальщиц, что умея вязать квадраты, вы не останетесь голой. Поэтому пока, конечно, только у нас машинка немножко туговатая, поэтому не обращайте внимания на мое натужное кряхтение. Эротические стоны. Это не эротические стоны. Так, контрастной ниточкой, у меня контрастная черная, один ряд провязываем на… ой-ой-ой… ой-ой-ой… на всех иголках. Можно поставить новую машинку? Нет, нормально, нормально, для получения нормально. Так, завяжу вот по краям, привяжу катушечную и брусовую, чтобы не растягивались крайние петельки, это очень важно. И начинаем вязать. Вязать буду по 10 рядов каждого цвета. Мне нужно связать 70… так, 40 рядов на этого маленького кукленка. Но учитывая, что… так, сейчас я расскажу, сколько мы будем вязать там. А то начали вязать. Вязать мы будем… Вот у нас кукол. У нас появился новый кукол. Да, он поменьше, на него быстрее вязать. Да, специально для… Вот смотрите, обычно как мы вяжем? Измеряем шапочку, делим пополам. Вот наша… так. Вот наша высота шапочки. В данном случае мы будем вязать всю высоту шапочки. Вот эту вот. Вот так вот. И плюс еще чуть-чуть. То есть моя задача связать… Вот здесь у меня получается 20 сантиметров. Это у ребенка. Поэтому вяжу 20 сантиметров. Это значит, наверное, 80 рядов. Потому что 40 рядов – это на один раз. Значит, 80 рядов я вяжу. По 10 рядочков каждого цвета. Я выбираю сейчас яркий, чтобы было контрастно к черному. И вяжу 10 рядов. Так, ну поскольку это у меня будет все-таки подгиб. Провяжем 20 рядов первым цветом. Чтобы не путаться с подгибом. Первым цветом провязываю 20. Это подгибчик будет. И вяжу дальше, ничего никуда не надевая, ничего не перебивая. Подожди, мы с подгибом-то что с тобой решили? Что подгиб потом? Или ты сейчас вяжешь подгиб? Не кислые, не кислые, все-все бегаешь. Пока есть ноги, надо бегать. Посидеть мы всегда успеем. А полежать тем более? А полежать тем более, да. Так, 10, еще столько же. 20, больше мне эта нитка не нужна. Я ее отрываю. Считаем. Это вязание считаем за 10 рядов, потому что это будет подгиб. И поехали. По 10 рядов каждого цвета. Беру первый попавшийся, который у меня тут сверху лежит. И вяжу. А! Подожди, подгиб ты не будешь на петли снимать? Буду, все буду. А, ну ладно. Ну ладно, не, я просто, просто, как бы, я боюсь, чтобы потом нам не перевязать. Так, перевязнуть чем-нибудь. В конце концов, вы можете позволить немножко? Я просто уже боюсь, да, витаминозма. А витаминозма боюсь. А витаминоз, очень активный вид, а витаминоз, это ужасно. Это как что-то совсем. Так, мы решили с Светланой связать украшения на данном... Да, изделие. Поэтому первый раз за все время наших посиделок мы будем вывязывать красоту. Не только полосочки на квадратике, а еще и ложную... Ленивую красоту. Ленивую красоту. Ленивую красоту. На самом деле, ленимся по любому поводу. Да, вот ленимся и бегаем. Бегаем и ленимся. Улыбаемся и машем. Это наш принцип. Поэтому сейчас, вот моя середина. Мне, моя задача, 4 дорожки сделать. Так, сейчас через 5 петелек. То есть 1, 2, 3, 4, 5 дорожка. 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 Можно 5, можно меньше. Ну, как-то разное расстояние у них нет. По 5. Посмотри. 1, 2, 3, 4. Нет. 4, конечно, да, вот. Хорошо, да. То есть мы вот такую широкую делаем, да? Это будет... А, значит, нам надо... Ребенок-то небольшая получается. У тебя ребенок-то меньше. Нам надо 4. 4. То есть 3 штучки сделать. Нам нужно 3, причем центральная по центру. Центральная должна быть. У тебя где центр-то? Центр. Вот он. 1, 2, 3, 4. Мы можем по 4 делать для маленького ребенка, кстати. Да, 2, 2... Вот так вот, да. 1, 2, 3, 4. Вот. Мы делаем это, на самом деле, для того, чтобы у нас была косичка. Это ленивая коса. Вот. И смотрите. Посередине... Вот у меня середина... Так. Я сейчас все убрала. Я что-то там делаю. Никто и не скажет, что ничего не видно. Середина вязания. Посередине 4 петли. Мы распределяем симметрично относительно центра. Относительно центра, да. Вот. У меня 3 косички ложных. Сейчас я беру и снимаю. Вот эти вот петли, иглы, которые у меня в переднем положении, на соседней, чтобы была дорожка из петель, стоящих в заднем положении. Вот и все, собственно. У меня получается 4 косы. Для этого я делаю... А, в этой шабландской шапке мы использовали этот прием, когда у нас ленивые косички. Вот. А тем, кому косичка не понравится, могут сделать шабландку. Шабландку, пожалуйста. Поехали по 10 рядов каждым цветом. Петли, стоящие сзади, не трогаем. Вот они как там у нас стояли, так и остаются. Что-то сегодня у нас 126 человек, маловато. В прошлый раз было максимуме 175. Нам 1 апреля решили что-нибудь занять. Что-то было шутко. Я тут прочитала, какие безобидные шутки нужно сделать на 1 апреля. Например, в зубную пасту наложить, вылить оттуда пасту и налить сметаны. Вот. Как бы затратно, но весело. А обхохочешься, особенно когда на работу опаздываешь. Ты представляешь, она же как бы паста-то густая, а сметана-то жидкая. То есть ты нажимаешь с обычным своим давлением, и вся ванна у тебя в сметане. Ты даже не понимаешь, что это... Я так хохотала, так хохотала. Да-да-да. Особенно если на блузку там на себя, когда ты уже надет, одета всё на тебе. Очень весело. Да, очень весело будет. Ну, другой стороны, ну а когда ещё посмеяться-то? Ну, я говорю, ну переоделся и побежал дальше, но зато посмеялся. Да, так только кто будет смеяться? Наверное, тот, кто налил или тот, кому налили? Ты понимаешь, над тобой будут шутить только те, кому ты дорог. Вот как бы никакому дяде Васе с улицы ты не нужен. Поэтому радуйся, что ты кому-то нужен. Вот. Как там в обыкновенном чуде король-то шутить любил? Не помню. Дезобидно. А, безобидно, уберите сено из овина, да, я его подожгу. Шутить буду. Шутить буду. Весело и безобидно. Елена Патусевича говорит, у неё последний день каникул. А у нас каникулы уже отгуляли. Видимо, у вас там вот в Казахстане по-другому. А у нас уже ничего случится. Спрашивает Варвара Краса, длинная коса. Десять рядов каждый цвет, правильно? Правильно. Правильно. Можно чаще? На самом деле я тоже ленюсь. Я поленилась поставить счётчик, поэтому я могу считать по десять рядов. Поплошная лень. Ну, с другой стороны, счётчики есть не у всех, компенсируем. Как это не у всех? Ну, теперь, наверное, у всех, у всех, кто хотел заказать. У всех заказали, это пистольные счётчики, да. А мы у себя не можем поставить. У меня целая коробка счётчиков стоит, я не могу поставить счётчиков. Да, когда я к тебе прибегаю, высунув язык, мне уже не дать счётчиков. Прибеги ко мне на 15 минут раньше. Да. Ну, тогда не получится, тогда мы чай пьём, да? Если у нас есть время, то мы всё равно будем это тратить для того, чтобы в последние минуты всё сделать. Я принимаю участие в похудении с пирожками. Да. Пойдёте пораньше. Нет, ты помогаешь мне не съесть весь пирог. Я тебя спасаю. Дело в том, что у меня пироги никто не ест. Но мама у меня начинает экономить. А куда нам деть сметану? А куда нам деть лишнюю сметану? Я говорю, ну, давай пирог сделаем. Ну, давай. Ну, какой пирог? Яблочный. Яблочный не ест ребёнок. Ну, рыбный. Рыбный мама не ест. Ну, какой? А больше никакой. Ну, либо рыбный, либо яблочный. В результате получается, что либо мама один кусочек съест, я остальное, либо дочка один кусочек съест, я остальное. Но зато сметана не пропала. Да. Лучше пропаду я, чем сметана. Но сметана у нас никогда не пропадает. Ольга Королёва говорит. Сегодня одна шутница заклеила коллега мышки, и все дружно начали дёргать компьютер в берег прогружать. Безобидная шутка, милая безобидная шутка. Это лучше, чем это битое стекло в йогурт, правильно? Как это... Где-то такое видела. Вон этот список, как можно шутить безобидных шуток. Стекло в йогурт? Да, да. Еще про сроки. Ребенок в какой-то школе пришел, и отравляющий газ на первом этаже распылил, чтобы весело было. 28 человек эвакуировали реанимацию. Было очень весело. Зато было очень весело. Список безобидных шуток, да? Стекло в йогурт, отравляющий газ. Дети пошутили. Мы отстали от жизни, непоправим. Ты знаешь, что такое лабутеное? Да. Вот я не знаю. У меня ребенок пришел сегодня и рассказывает. У нас директриса пришла в розовых носках и в лабутенах. Пришла к нам в класс, села на задней парте, положила ноги на стул, стала есть сосиски и трепаться по телефону. Это директриса? Это у них был сегодня день, день юмора был. И она им продемонстрировала, как они выглядят со стороны. Они просто упали. Она говорит, мы никогда не думали, что это так выглядит. Вот. Они с Завучем пришли в таком виде. Красились. Сидели, красились, жрали сосиски и по телефону трепались. И ржали там на задней парте. Задрафнули. Задрафнули. Задрафнули, да, в лабутенах. Смотрите, какие классные у тебя. Вот, она сказала, что найди в интернете клип и посмотри, ты отстала от жизни. Так что вот, вебинар закончится. Клип убойный. Я посмотрю. Да. Девочки вам представили. Да, только детям не показывайте. Не нормативная лексика. Да. Ну нет. Так, ну вот. Лабутены выбили мне из колеи. Ой, а нам говорят, девочки, приглашение на сегодня не сделали. Я участвую. Девочки, ну давайте, кто это, есть возможность дотянуться пальцем до компьютера. Наберите, пожалуйста. Участвую в мастер-классе Натальи Некрасовой. По вязанию шапочки присоединяйтесь. Пожалуйста. Я сейчас наберу в тексте, вам только будет скопировать. А лабутены такие, как в клипе. Вот она сказала... Лабутены – это огромные, огромные подошвы. Красная, обязательно подошва красного цвета, высоченный каблук. Главательно на платформе. В общем, она сказала только в розовых. Жутко дорогие. В розовых. Ну, цветы, они говорят разные, но главное – красная подошва. Да. Ты их отличить не видела. Ну, не знаю, не видела. Карл Лабутен. По-моему, Карл его зовут. Дизайнер, он специализируется. На этом всем деле. Так, няч. Раз, два, три, четыре, пять. Вяжем, вяжем, вяжем. Лабутена – мечта, но, к сожалению, не могу ходить на таких высоких каблуках. А учитывая размер моей ноги, все почему-то искренне считают, производители, что чем меньше нога, тем больше каблук должен быть. Нет, потому что, ну, если есть в этом фасоне каблук 15 сантиметров. Нет, в этом я не говорю право. А у тебя нога 15 сантиметров. А у меня вся нога, да. А видела, а видела такие эти, эти, балеты с каблуком, с таким, вообще просто? Есть туфли для ходить, а есть туфли для сидеть. Ой, не знаю, для лежать, наверное. Для лежать, там вы даже не сесть. Как калоши с каблуком, кто-то сказал, ну, лабутенами. Ну, вот как бы. Нет, туфли-то у него красивые, очень даже. Но нежизненные, именно по причине дикого каблука. Сейчас посмотрю, что ж такое за лабутены. А то я так отстала, мне так перед ребенком стыдно, что вот я отстала. Мало того, что у ребенка нет, и у меня тоже нет. И даже не знаю. Да, ну, то, что у ребенка нет лабутены, потому что у ребенка нет лабутены. А, такие туфли, да, на платформе. Да, шикарные туфли. Класс. Класс. Слушай, а я думала, что это какие-то эти... Как их с розовыми носками-то носить? Я не знаю. Ну, вот как бы у вас с розовыми носками до колена, говорят, были такие. А тут такие с когтями есть. Ну, ладно. Девочки, посмотрите потом. Посмотрите, да. Красота. Красота. Ходить в таких очень сложно. И клип посмотрите, да. Я, в принципе, это в магазине вижу, просто я никогда не обращала внимания. Это не лабутена, лабутена, это именно вот у него, у этого дизайнера. А под него уже начали типа лабутена. И я так понимаю, что... Все же копируют, наши шапки тоже все копируют. Я так понимаю, что по степени удобства это несравнимо. У нас на обуви. Значит, первый принцип теткости, как это на одной из конференций я подслушала. Давайте определим степень вашей теткости. Что такое за теткость? А когда вы перестаете быть девушкой, когда вы становитесь теткой, первый принцип теткости, это когда ты начинаешь искать удобные тапки. Не красивые, а удобные. Вот. Если в лабутена ходишь, значит не тетка. Не в лабутенах, значит тетка. Но при этом, когда девушка ходит в неудобной обуви, это уже не тетка, это не девушка, это уже нечто. Идет такой полуходкой. Есть подбор клипов, не клипов, а зарисовочек. Как девушки ходят в лабутенах. Да, я лучше ходить в лабутенах. Не знаю, что хуже. Когда за тобой идет толпа, тебя снимает и ржет. Но зато на каблуках. Ой, так не увлеклась ли я тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. К ней еще одно. И чисто теоретически я могу сделать одного из этих цветов. Что-то как-то народу очень мало, 124 человека. Наверное, все переживают последствия 1 апреля. Отнувают спину. Безобидных шуток. Безобидных шуток, да. Или уже там это в реанимации отрывают это все. То есть тихо, спокойно переживают последствия. Но день еще не закончился. Отсмеялись, отсмеялись уже, да. День еще не закончился. Инна Шикова опять опоздала. Чего сегодня вяжем? Вяжем сегодня шапку из квадрата. Присоединяйтесь. Участвуй в мастер-классе Натальи Некрасовой. Из прямоугольника. Ну, учитывая, что сегодня 1 апреля, шапку мы свяжем, соответственно, первоапрельскую. Да у нас все шапки первоапрельские. На самом деле, тут же все определяется. Но, с другой стороны, это всего лишь намек на то, как можно сделать. Это не призыв к действию вязать именно такие шапки. А что, шапка-то нормальная. Шапка нормальная. Нет, просто навсегда, как мы предлагаем, используйте, как идею, модифицируйте, меняйте что-то. Валентина Куксачева говорит, девочки, вот бутены очень удобные обуви. Они шьются именно на вашу ногу. Был документальный фильм по Первому каналу с Лабутеном. И он все рассказал про свою обувь. Поэтому и цена такая. Вот, возможно, действительно, что индивидуально, когда они шьются на заказ, да, это как из костюма, который по 3000 долларов, да, вот, может быть, эта обувь индивидуальная, она тоже такая же. Да, у меня есть какие-то ботиночки на каблуке, и очень удобно. А есть без каблука носить невозможно. Ну, все. Все в сравнении. Ну, в клипе и говорится, принеси мне ботинки, типа Лабутена. Твои ботинки принеси мне ботинки. Да. Как она там красит лаком этот ботинок. Позвали обязательно. Да вот, у них сидела директриса и лаком красила эти подошвы Лабутенов. То есть она мне говорит, надо посмотреть. Я вот говорю, что я готовилась и даже не посмотрела. Посмотрю обязательно. И закончу. Татьяна Иванова спрашивает, а новеньких принимаете? Конечно, принимаем. Принимаем. И Пермский край тоже принимаем, Светлану Шкуратову. Всех принимаем. Так, связали. Еще раз тем, кто у нас новенький, кто не понимает, что у нас происходит, мы ленивые вязальщицы, мы пропагандируем не тратить сильно время на то, что не заслуживает нашего внимания, но делать это так, чтобы это не вызывало отторжения у окружающих, чтобы казалось, что девушка со вкусом, у нее такое видение, такое мировоззрение. Поэтому мы вяжем из квадратиков. В данный момент мы вяжем шапочку. Эта шапочка у нас будет с оригинальным подгибом на затылке и с ленивой косой по центру лба. Поэтому те, кто сейчас присутствует, вы можете остановить видео, переключить минут на 25 от начала, потому что до этого мы там это сильно разговаривали, 15 минут примерно, и посмотреть, чего мы там набрали, 66 петель и все остальное. Вот, вы от начала посмотрите, и дальше мы уже просто вяжем вот это бесконечное количество петель, рядов, сколько рядов-то мы вяжем? Есть 80. 80 рядов, 66 петель на 80 рядов. Мы вяжем на своего кукленка, вы свяжите вместе с нами, потом поймете, чего делать. 16, они больше. Инна Шикова, что за флешмоб все пишут, что участвуют в мастер-классе? Это мы просим тех, кто присутствует, написать для того, чтобы присоединялись новенькие. Потому что как только вы написали, вот здесь человек новеньких присоединился. Поэтому чем больше народа, тем веселее. В особенности, когда новенькие приходят, и у них от ужаса круглые глаза, что вы тут такое делаете? А потом, когда втягиваются, то уже становится понятно, и они начинают лениться вместе с нами и получать от этого огромное удовольствие. Так, связали свои 80 рядов. Все связали или как? На каком там этапе находимся? Кто вяжет? Кстати, мы даже не спросили, кто у нас сегодня вяжет? Вяжет, вяжет. Ольга Хартура говорит, я тут не в теме. Вяжем шапку, а речь идет об обуви. У нас сегодня 1 апреля. Мы обсуждаем безобидные шутки. На самом деле, мы девушки несерьезные, потому, наверное, и живые такие. Да, потом так и выглядим. И выглядим так, потому что серьезными мы успеем стать всегда, а может никогда, не знаю. Я как-то не стремлюсь. Да, старость меня дома не застанет, да? Да, поэтому в процессе вязания мы можем обсуждать что угодно. А что ты делаешь? Рассказываешь, что ты делаешь? Нет, конечно, я собралась ждать, пока мне напишут, что все уже связали. Значит, вопрос какой, спрашивай. Так, девочки, все связали или нет? Какое количество петель, рядов? Сколько? 80 рядов? 80 рядов мы связали, да. Вот сидим, ждем. Мы связали 80 рядов, сидим, ждем. Вы довяжете 80 рядов? Тоже давайте говорить, что вы довязали, и мы тогда переходим дальше. Потому что сейчас мы связали полотно 66 на 80, посередине у нас косичка, и дальше мы уже начинаем чего делать. А сейчас мы все это будем снимать и зашивать. А для этого мне нужно отметочки сделать на середине полотна, поэтому я жду каждого. Мы ждем вас, мы ждем вас. Да. Ну, давайте пока тут вы готовитесь, я почитаю про 1 апреля. Вот для того, чтобы вам все-таки не скучно было, я понимала, что все будут с разной скоростью вязать. Я помню, вы помните роман Герберта Уэллса «Война миров?» Я в свое время, когда телевизоров-то еще не сильно было, я его читала, и мне прямо жутко было. А представьте себе, когда взяли инсценировку в лицах с воплями, и вы запустили на радио без предупреждения, что это идет инсценировка. И в магазин это была паника, то есть люди бросали все, хватали детей и эвакуировались. Откуда там они из Нью-Йорка? В общем, откуда, где они тут это? Дело было в Дании. А, нет. Не в Дании, не в Дании. Не, не, не. Нью-Джерси. Вот. В общем, возникла паника, собирали вещи, бросали дома, телефонные линии были парализованы, и полиция направлена в Нью-Джерси в то время, как люди бежали оттуда. В итоге властям понадобилось больше месяца на то, чтобы убедить людей, что никакого нападения не происходило. Вот такие вот, как бы, могут быть безобидные шутки. Но самое интересное, значит, я нашла интересный такой клип. BBC вешает лапшу на уши. Розыгрыш был тщательно спланирован и основательно подготовлен. В этот, наверное, действительно лучший розыгрыш принадлежит телекомпании BBC. 1 апреля 1957 года этой телекомпании был выпущен в телеэфир репортаж о необычном удачном урожае спагетти в Швейцарии. Англичане, до этого видевшие спагетти в основном в законсервированном виде с томатной пастой, поверили репортажу. На телестудию посыпалась масса звонков с просьбой выслать семена, рассказать про технологию выращивания, на что им советовали положить пачку спагетти в банку с томатной пастой и надеяться на чудо. И этот клип я выложила в нашей группе ВКонтакте «Изба визуально». Вы сможете его посмотреть после 21 часа. Действительно, очень необычно. Ходит, девушка ходит и собирает урожай спагетти, складывает его в огромную корзину. Ну вот, как бы, 1 апреля можно и не того ожидать. Так, посмотрим, что у нас тут пишут. Так, готово. Один человек готов, второй готов, двое только. А сколько же у нас вяжет? Кто-то мне написал, сколько народу вяжет? Ну, давайте, напишите, если кто-то еще вяжет, кроме двоих. Давайте будем знать, кого ждать. Кроме двоих. Мы тогда понимаем, что вы вяжете, и мы вас ждем. Если же вы не вяжете, только двое у нас вяжет, то тогда мы просто продолжаем дальше, и все. Так. Что у нас тут еще есть? И вот еще я нашла интересную такую смс-ку. Отправьте своему любимому смс-ку. «Если ты сегодня придешь ко мне, мы будем с тобой заниматься такими вещами, о которых ты даже мечтать не мог. Мы будем нагибаться, разгибаться, потеть, принимать самые невообразимые позы. Но только прошу тебя, приди, и помоги мне затащить новый диван в квартиру». На восьмой этаж, без лифта. Так. Ну, что у нас? Готово-готово, трое готово. Ну, что ж такое-то? А кто не готов-то? Есть кто не готов? Или мы все, готовы, движемся дальше? Держим дальше тогда. Ладно, я рассказываю, что мы делаем. Вязание делим пополам. Но не пополам, вот как есть половина и половина. А моя задача, одну половину поделить еще пополам и разделить ее по краям. То есть, половина у меня в середине и половина по краям. То есть, считаем, что делим на 4 части, 2 части в середине и по одной части по краям. И вот эти вот части, которые по краям, мы яркой ниточкой отмечаем себе. Вот. Что-то у нас 5 человек всего вяжут. Как-то вот даже это неинтересно. Действительно, неужели все так вот это подкосило 1 апреля? Неужели вот такие вот шутки были небезобидные? Даже вот как бы за людей это обидно. Что их так вот это подкосило, это юмор. Шутка юмора. Может, они как раз сейчас и занимаются своими шутками. Они не до нашего вязания. Да, может быть. У тебя была белая ниточка здесь моя. Куда-то она ушла. Клубочек? Нет, именно катушка. Кот унес. Ой, они помощники. Вот у тебя, смотри, нитка. Вот у тебя устроит? Нет, не устроит. Она лучше. Так, сейчас. Вот у тебя нет, сейчас я найду. Вот желтая есть, отлично. Очень хорошая, нитка. Куда не пойдешь, везде кто-то помогает. Так, Лена Пантусичи, не разумеется, не вяжет, потому что у нее 11 часов вечера. Зато она смотрит, и муж ее не одобряет. Потому что она в нем свое вяжет, а она чуть-чуть уже сводит. Не одобряет, но... Как говорится, маньячка. Маньячка. Но компьютер не отгоняет. Ну, еще бы отгоняла. Она его сейчас компьютером. Так, Людмила Горбачева не поняла, что отмечаем. Еще раз повтори, что мы отмечаем. Делим наше вязание на 4 части. Пополам, 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 пополам. То есть у меня получается, пополам делим, и каждую половинку еще пополам. И вот эти пополам, в каждой половинке мы отмечаем хвостиками. То есть у меня всего 2 хвостика. А, смотри, что вы видите, для чего это? Ну, для того, чтобы мы сгибать будем вязание, мне нужно четкий перегиб. Вот и все. Мы пополам согнем вязание. Вот здесь у меня будет шов. А вот здесь вот будут края. Поэтому, смотрите, мы вот это все согнем сюда. Здесь будут края. И вот эти края мы отметили веревочками. Просто, чтобы потом не запутаться. Да, вот и все. Потом мы снимем эти метки. Они нам будут не нужны. Так, на вспомогательную ниточку. Татьяна Иванова говорит, первый день с вами. Я внимательно слушаю. Хочу понять, как у вас происходит занятие. В следующий раз пробую вязать вместе со всеми. У нас занятие происходит просто. Ставите машинку и выполняйте команды. Обычно никто не знает, что мы свяжем в конце. Поэтому конспектировать не надо. Вяжите с нами. Потому что, если вы это видео смотрели, то это видео для вас остается доступным. Я как бы не враг. Тем, кто присутствовал вживую, вы его сможете найти в просмотренных. Это такая маленькая моя... Это как бы доброе к вам отношение. Я вам рассказываю такой секрет величайший. Вы можете... Те, кто присутствовал, можете посмотреть. Но всем остальным, кто не присутствовал, то вы это видео посмотреть уже не сможете. Оно будет только доступно в платном формате. Именно для чего? Для того, чтобы все-таки приходили и вязали. Потому что, когда вы вместе с нами вяжете, то вы видите в чате, девчонки пишут, и вы понимаете, что вы не одни. Вместе с вами вяжут, и у всех все получается. Так. Снимаем, вспомогательную нитку. И срезаем с машинки. Закрывать не обязательно. Наталья Печикина говорит, что она на 1 апреля на уроке труда подбила одноклассниц вместо косынок повязать пионерские галстуки. Ну, представляю, что да. Да, там исключение школы. Заключилась такая шутка тем, что собрание и так далее пропесочили. И... Да. Это так смеяться над религиозными, да, идолами нельзя было смеяться. Да, могли не только исключить, а из пионеров и из школы могли, и там черные спички. Это все, да, шуточки такие. Так, ну вот у нас получилось полотно, такое вот 15-е, красивое. Так, я вообще не туда показываю. Так, Инна Шикова не понимает, где чего можно посмотреть. Чего можно посмотреть? Все наши посиделки, которые были до этого, все, которые у нас выложены, фотографии выложены у нас в группе, которая называется... У нас две группы есть. Одна группа «Изба вязания» ВКонтакте, и на ней вы можете видеть успехи наших учеников, и как бы это официальная группа нашего сайта. А есть вторая группа, которая называется «Совместное вязание на машинке». Вот она так называется – «Совместное вязание на машинке». Это как бы дочерняя группа от нашей группы «Изба вязания». То есть либо одну группу находите, и по ней другую, либо как бы наоборот. И в группе «Коллективное вязание», «Совместное вязание» у нас есть каталог изделий, которые мы уже вязали. Там уже сколько-то там у нас шапочек, унитазник, носочки на быструю ногу. Все это можно посмотреть в записи, и стоимость этих видео – 100 рублей. Вот такая символическая. С одной стороны, и чтобы бесплатно не отдавать, с другой стороны, евроид деньги небольшие. Но польза от них есть, потому что шапочки получаются веселенькими. Так, ну чего? Чего? Этап какой у нас там? Кто у нас, на каком этапе? Вот у тебя камера, ты спрашивай. Девчонки, давайте, кто где находится. Сейчас моя задача – вот это полотно. Ну, я потихонечку буду сшивать. Складываем его лицом к лицу, и зашиваем. Это как-то вот, да. Вот. Просто сложила лицом к лицу, зашивая вот этот шов длинный. Любым удобным способом. Хотите на машине, хотите, ой-ой-ой, хотите иголкой, хотите крючком. Вот я тихонечко сижу и зашиваю это все крючком. Один из видов швов, да? Да. Один из видов швов, которые мы показываем на мастер-группе нашей… Основное наше занятие – это, конечно, научить вязать. Это не веселить. Да, потому что сегодня такие шуточки у нас узнаны по пятницам. В среду у нас вообще серьезные уроки никаких там. Улыбаться нельзя, что там очень серьезно. Да, очень серьезно, очень серьезно, очень. А сегодня мы ленимся. Мы все время говорим, что по пятнице мы просто ленимся. Вот. Ленимся и веселимся. Если у вас что-то происходит весело и интересно, вы присылайте нам. Мы обязательно это все выкладываем в группе. и хвастаемся, и радуемся чужим успехам, потому что, ну, чего радоваться только своему. Смотрим, сколько в жизни есть позитива, и радуемся за всех. Потому что, я так понимаю, девчонки к нам и ходят смотреть позитив и друг друга, и то, что мы рассказываем, потому что грустного у нас и так хватает. Повеселиться – это значит немножко помолодеть. Значит, кто просил группу в ссылку, группу, фу, ссылку на группу, я выложила на сайте вот эту группу. Вы можете по ней перейти и регистрируйтесь в ней, в участниках. Там мы выкладываем все свои похвастушки, кто чего навязал. Потому что очень часто получается, что не успеваем закончить. Ты посмотри, не видно. Ты вот выкладываешь. Мне машина мешает. Поближе подвини, камеру поставь. У тебя камера, вполне можно ее двигать во все стороны. Вот. И мы в группе выкладываем по хвастушке. Получается часто, что не успели мы довязать, а уже присылать фотографию, что навязалось. Поэтому очень приятно, когда мы тут болтаем, а там уже шедевры растут. И самое интересное, что на этих шедеврах находятся потребители. Покупатели. Ну, покупатели. И покупатели. Семья в очередь стоит, кому носить, кому вязать. Так. И зашиваю крючком. Инна Шикова спрашивает. Если присутствовал, можно бесплатно посмотреть еще раз по сиделке. Значит, специально никому не высылаю. Вот если вы каким-то образом получили, вы можете бесплатно посмотреть. Но специально никому ничего не высылаю. Как сложить? Покажите еще разок. Лицом к лицу. Вот. Вот у меня лицо к лицу. Лицо внутри. У меня тут петли. Вот. Лицо внутри, снаружи, пополам сложила. Ты так быстро, ты посмотри, как быстро. Вот на камере вообще это будет ужасно. Помедленнее показывали. Сложили, сколола вот так вот, видите, булавочками, чтобы у меня совместились полоски. Скалывать обязательно, потому что рассчитывайте, особенно если вы сшиваете углой по лицу, перекосить можно очень легко. Поэтому подкалывайте вязание и сшивайте вот этот шов. Ну, делаем из прямоугольника, делаем вот такую трубу с двумя дырками по краям. Вот с одной стороны дырка, и с другой стороны дырка. Середину сшиваем. Так, просто сшиваем, и ничего больше не делаем. Пока да. И ждем. Ну вот, а я вам скажу. Мы так и не выяснили, сколько народу у нас вяжет. Трое всего. Ну, сколько-то вяжет. Пять человек минимум вяжет. Ну, это хорошо. Ой. Вот, значит, один классный прикол. Вот, значит, нашла. Мне мальчик один классный вполне выполнимый прикол рассказал, но нужны были два соучастника, а никто не соглашался. Все нравится, когда ржут, но компанию составить ни в какую. Подбила я на это дело практически просто предъятельность. Но было это не 1 апреля. Я не помню, когда, может, в сентябре. Там, значит, так. Покупаешь упаковку стирального порошка, небольшую, грамм на 40-50. А ты знаешь, какие упаковки? На 40-50, да. Не знаю. Может, это раньше было? Или не у нас? Ну, что это, ну, не знаю, вот как бы. Порошок должен быть узнаваем сразу. Тайт или Ариэль. То есть, слушай, может быть, упаковки 10? Нет. Может быть, 400-500? Ну, как бы, вот написано 40-50. Ага. Дома аккуратненько пачечку вскрываешь, высыпаешь порошок в какую-нибудь тару, и вместо порошка полиэтиленовый пакетик с каким-нибудь детским питанием, которое сухое. И аккуратненько запечатываешь. Ну, в общем, делаем это всё. Потом пошли со своими приятельницами в метро. Села с одной подружкой на сиденье, а вторая типа не с нами, стоит с книжечкой, читает. Народу достаточно, но не как шпроты. Вот сидим мы, а подружка такая рядом сидит и говорит довольно громко. Ой, есть какая охота, есть тебя пожевать чего? А я говорю, есть, сейчас. И достаю пачку этого ореля. Распечатываю и прямо чувствую со всех сторон изумлённые взгляды. А я ложечки разовые достаю ей и себе. И мы начинаем аккуратненько так из этого пакетика кушать. Все, мягко сказать. Тогда третья подсадная утка встревает. Да что вы, да это же стиральный порошок, вы отравитесь. А мы с подружкой переглядываемся, пожимаем плечами. Да ладно, говорю, мы это всегда едим. Да вы попробуйте, как вкусно. Вагон с замиранием сердца смотрит. Как я достаю ещё одну ложечку, зачерпываю из коробки и протягиваю третьей знакомой. Она нерешительно пробует на язык. Потом воодушевлённо облизывает ложку, говорит. О, действительно вкусно. А можно ещё? Я говорю. Не, нам выходить уже. Могу на остановке отсыпать. И мы с серьёзными лицами втроём выходим. Народ безмолвствует. Ну, потом, конечно, мы ржали, но в вагоне вели себя очень серьёзно. Вот, может, конечно, кто-то тоже может так это повторить, но весёлая шутка. Ну, это действительно безобидная шутка. Безобидная, да. Это не вас расплавите. Никого не подставляешь, ничего. Не обижаешь. Да, не обижаешь. Но народ... А, я помню, когда я поехала на мастер-класс по валянию. И мы сухому валянию... Я не люблю сухое валяние. Но вот как-то мне... Но поехала. Ну, поехала, да. Вот чтобы понять, что это такое, как бы нужно всё попробовать. Поехала, и мы делали кота. А фельцевание – это такой процесс, когда волок уваливается не за счёт мокрого валяния. Мокрое валяние люблю, а сухое не люблю. Не за счёт того, что ворсинки в мыльном растворе друг к другу проникают. А за счёт того, что ты их иголочкой туда, специальной иглой с зазубринками туда заталкиваешь. И процесс этот очень длительный. Мне нравятся шарики. Ну, вот Наталья с сыном с сухим валянием увлекаются, а я в одиночку увлекаюсь мокрым валянием. Вот. И сделала я этого кота. Еду я и понимаю, что мне примерно час в ветро оттуда. Думаю, ну как я, у меня кот не закончен. Я достаю иголку и начинаю тихонечко так вот так это, не выставляя на показ. Но мне это неудобно становится. Я этого кота достаю, сажаю сверху на сетку, и начинаю со всех сторон, значит, его иглоукалывать. Народ смотрит с ужасом. С ужасом смотрит народ. И я смотрю, так это, отодвигаются. Ну, то есть, кто-то решил, что это кукла Вуду. Да, это было достаточно давно, и еще, видимо, тогда мало кто об этом знал. Но мне было как-то на всех сильно наплевать, потому что 40, там, около часа, в общем, 45 часов. Ой, чем меньше думают, что о тебе думают другие, тем легче живется. Вот. Чего у нас тут пишет? Наталья пишет, очень веселая. Если кто-то повторит, скорую кто вызывать будет? Да. Ну, я думаю, что первая же ложка выиграла. Нет, главное знать секреты. Это как фокусы. Главное знать, в чем секрет фокуса, да, и тогда тебе пила не страшна, которая бензопила, которая там... Да, не один кладу, не верь никому. Все в рот. Приходишь дома, да, и жену пилают, да, фокус, посмотри, он трешит, белый рук пилой. Да, да, ела. Неправильно прочитал, да. Так что вот запоминайте, можно о чем это. Вторая пишет. Пришла домой, скучно. Как бы вот думала, что бы сделать такое, вот не пошутила. Как бы обмануть кого. Показать, что ли, этой свекрухе кусок мяса и потереть перед носом, брать в холодильник со словами. С первого апреля, ну, свиста какой-то, пошла в супермагазин, а то завтра все будет закрыто, надо хоть что-то взять, поесть. Свекруха наказывала всяких там вкусняшек. Лежит она себе в люльке, телевизор смотрит, вся бутерами обложилась, с жутким месилом из кефира, хлеба, еще чего-то. Что она? Страшно. Свекруха. Лежит в люльке. Ну, это вот она пишет, вот такая, вот невестка такая пишет. Такая любовь. Такая любовь. Смотреть на это страшно. Какая-то кальва. Я все купила, прихожу, говорю, свекрухе, что, которые, а, говорю, собаке, которые встречают в прихожей, обломался, не было печенки, хотя я две упаковки взяла, и врует ему собаке. А свекруха в голос подает с лежанки, чего, не было печенки? А я ей говорю, да, вот если бы, закрыто все, супер закрыт, русский магазин закрыт, в лагуну поехала, тоже закрыто. Свекруха аж на постели села. Как? Что случилось? Ведь еще рано, чтобы им закрыться. И моих и рисок, что ли, нет? Вижу, сильно расстроилась, реально. Я жалю, раз говорю, с первого апреля. Шутка, юмора такая. Все купила. Она расслабилась, опять прилегла так и говорит, дура ты. А я еще банку абрикосов и варенья купила. Уж после этих слов не знаю, отдавать или нет. Ну, отдам, чушь. Я такая, раз она такая доверчивая, бесхитростная, повелась на разводку. Ну, нечего разыгрывать, неинтересно. Не, ну, что-то грубоватые такие отношения, высокие, семейные. Ну, молодая девушка. При том, что каждая молодая девушка это потенциальная свекруха, которая такая невесткая, будет пинать ее этими ирисками, обзывать и обманывать, когда на лежанке лежат. Поэтому тут все очень двояко. Мы готовимся к этому, прорабатываем. Мы всегда проходим жизнь, первую половину мы испытываем ее, а потом вторую половину жизни испытывает нас. Вот ровно то же самое, что мы сделали в первой половине, мы все это на себе. Да, посылать нам такого же. Все на себе. Такого же либо зятя, либо невестку. И все, все повторяется. Ну, чего? Ну, ждем. Девочки, ну, давайте. Ждем эффекту. Тут они все еще вяжут сколько рядов, сколько в полосе рядов. Десять. Десять. Наверное, еще не скоро дойдут до этого. Девочки, ну, давайте. Вот все-таки уже мы, это, больше часа. Надо бы что-нибудь сделать. Надо бы что-нибудь, да, заканчивать. Напишите, пожалуйста, в каком вы состоянии, потому что мы тут уже закончили. Хотелось бы, чтобы мы все вместе закончили с вами, потому что, ну, чего же мы показывать будем, что получается, вся интрига пропадет. Нам бы хотелось, чтобы для вас тоже это было неожиданно. Ну, давайте тогда, пока вот тут это, вот, Юлия Сурженко, говорит, зашита. Ну, одна только зашила, все остальные еще пока в процессе. Ну, вот, тогда давайте мы расскажем про нашу мастер-группу, раз все равно нечем заняться. Вот наша мастер-группа вводного курса уже окончила свою деятельность и перешла уже на второй курс. И если вы были вместе с нами во вторник, то видели 50 этих шапочек с козырьком. В этот раз у нас группа была очень большая, больше 50 человек. И практически все связали эту свою выходную шапку, переходную шапку, переходную с одного курса на другой. Наша шапка вводного курса – это как курс молодого бойца, с одной стороны. То есть это те знания, которые вам всегда пригодятся, потому что к нам приходят и умеющие вязать, и не умеющие вязать. И те, кто умеет вязать, этот курс расставляет свои знания по местам. А те, кто не умеет вязать, они заполняют все пробелы в голове, которые у них были. И поэтому вводный курс у нас проходит все, кто хочет научиться вязать, кто хочет идти дальше. Поэтому когда мне спрашивают, а можно ли мне сразу на четвертый или на пятый, мы говорим, да нет проблем, но вы не будете знать первое, второе, третье, четвертое, пятое, десятое. Поэтому вводный курс все-таки мы рекомендуем всем пройти. И еще раз скажу, что вводный курс – это как бы испытание себя на прочность, потому что оказывается, что даже те, кто умеет вязать, очень часто сталкиваются с подачей материала в нестандартном виде, в непривычной трактовке. И получается, что то, что вы знали, оказывается, что выполнить можно как-то по-другому, но непривычно. И вот я тут прочитала от одной из наших учениц, что я все время говорю, что есть правило 10 тысяч полетов. Это в летной практике существует понятие, когда можно доверить введение судна летчику, который проработал вторым пилотом, или штурманом, или еще кем-то, то есть как бы прошел какие-то этапы развития, и пока он 10 тысяч часов не наработает, его нельзя считать профессионалом. Вот у нас в машинном вязании, конечно, не 10 тысяч, а немножко поменьше. И одна из наших учениц написала, что у нас не 10 тысяч, а у нас 30 квадратиков, которые мы отвязываем. Вот после этого, после того, как мы отработали эти 30 квадратиков на вводном курсе, мы уже становимся теми людьми, которые вполне могут связать достаточно сложную шапку вводного курса, которую все технологии этого вводного курса собираются. Вот, девочки, уже все провязали, так что, в принципе, можно уже и дальше двигаться. Ну чего? Все уже отначили, дальше двигаться. Что мы делаем дальше? Рассказывай. Сейчас. Так вот, вводный курс у нас сейчас кончился, и те, кто понимают, что квадраты – это не предел желания, все-таки надо осваивать машинку в нормальном варианте, посиделки – это так только, чем заняться на досуге, как бы чем покреативить. Все-таки вязать… Не случайно наш курс 9 месяцев. Было бы о чем говорить, если бы все можно было перевести в квадраты. И поэтому следующий вводный курс у нас будет последним до лета, и он называется «Последний шанс». Это такое вот жесткое название, для того, чтобы вы понимали, что летом водный курс проводить мы не будем, и за уши тянуть, и толкать, и спрашивать, а где же ваше домашнее задание, мы уже не будем, это будет более свободный формат, поэтому курс «Последний шанс» у нас начинается 29 апреля. Все, кто хочет, можете присоединиться, он сейчас, на него набор идет со скидкой, и стоимость этого курса – 2500 рублей. Те, кто хотят курс в ускоренном составе, по записи курса мартовского, который у нас уже закончился, и успешно закончился со всеми шапками, этот курс стоит 3000 рублей, это стандартная цена, и вы его получите в ускоренном виде один урок раз в три дня. Живой курс, когда мы начинаем, идет один урок раз в неделю. Тем, кто уже вяжет, это очень тяжело, я, в принципе, их понимаю, поэтому те, кто уже машинку освоил, я вас приглашаю на курс, который в ускоренном формате, это гораздо более полезно, потому что вы до лета три курса пройдете, а не один. Ну, сейчас мы, чтобы было удобно залезать внутрь. Вопрос, заканчиваем вязание вспомогательной ниткой или закрываем? Не-не-не, открытые петли остаются. Оставляем открытые петли вспомогательной ниткой. Так, сейчас мы оформим все-таки ленивую косу, потому что потом нам будет тяжело туда внутрь залезать. Берем нашу заготовку. И смотрите, можно оформлять косички по стыку цветов, а можно по середине цвета контрастными ниточками. Ну, как дизайнер считает удобнее, интереснее. Ну, давай вот как бы посередине контрастные. Вот из синего в этот, из оранжевого сюда, то есть как бы с переходом цвета на следующий. Ну, давай. Так, можно делать это крючком, можно это делать углой. Выворачиваем наизнанку, потому что наизнанке мы будем узлы завязывать. И так, синие. На синем у нас желтое, желтое, где у меня желтое, желтое, вот. Первая желтое, вторая синяя. На ней уже есть дорожки, поэтому берем ниточку. Вот, я буду делать не толстую, в две нитки всего этого достаточно. Вы смотрите, можно сделать потолще. И начинаем, видите, у нас три потенциальных... А почему ты с изнанки? Ну, потому что узел, вот наизнанке завязать. У нас потенциальных косичек всего три. Вот видите, так, все время уезжает камера. Это полотно, раз, два, три, и дальше полотно. Моя задача, эти косички вот так вот, между дорожками, завязать. Слушай, а получится, что не между, как бы между, а ты хочешь, а мы с тобой говорили, что... Ну да, между, вот только желтое. А, слушай, их вот как бы между собой нельзя было. А это, да, это здесь, а эти там. Ну ладно. Ну, опять же, это простор для творчества, делайте как хотите. Это, вот, наша задача вам намек дать, как можно. Середина, вот, изнанки, их тоже видно, вот раз, раз косичка, два, три. Берем посередине крайнюю, продеваем в нее толстенькую ниточку, двойную, и завязываем узелок. Можно так. Узелок можно завязывать туго, можно не туго. Смотрю, что у меня получается по лицевой стороне. Если потуже, прекрасно видно, поэтому затягиваю, совершенно спокойно могу обрезать. Получается вот такая перетяжечка. Ну, специально делаем контрастненькую. Контрастную. Можно... А если делать одинаково, будет незаметно. Одинаково будет незаметно, да. Так, на этом же расстоянии косичку, которая у нас с краем, вот она. Точно так же довязываем. Слушай, а вот эти можно тогда вот отсюда, вот сюда закрепить. Ну, там нет дорожки. Вот посередине, раз, нет дорожки, да, вот ее вот именно для этого так и сделала. Туда и сюда, как бы относительно этого. А иначе пусто будет, пустовато. Ну, не знаю. Ну, давай, сделай пока так, а потом посмотрим. Берем синенькую. Синенькую мы закрепляем на рыжий посередине. Получается, в таком шахматном порядке это все. Просто в серединке будет одна и будет очень видно, что она одна. Маловато будет. Не знаю. Сейчас я сделаю уже на зеленом и посмотрим, что получается. Ну, сделай пока так, как ты хочешь, а потом посмотрим, что получается. Зеленая тоже через одну лень. Обрез нитки мы всегда успеем. Сейчас наши задачи немножко нет. снизиливенькие на фиолетовом. Ну, вот когда ты закончишь, то... А, может, не посмотрим? Нет, нет. Да-да-да. Я к тому говорю, что вот эти хвостики, их потом как обрезают лаком. Я, например, лаком все заделываю, а ты как будешь... Ну, на самом деле... Чтобы они внутри шапки не распустились. Они не должны распуститься, потому что они не несут, во-первых, никакой нагрузки. Если их завязывать углом, завязывать узлом в разнонаправленном, то есть не в одном направлении завязать, а затянуть, то есть сначала в одном направлении, потом в другом завязываем, у нас узлы не распускаемы. Его очень тяжело распустить. И, в принципе, учитывая, что шапка будет сложной, можно вообще эти узлы даже и не трогать, если они вам не мешают. Ну, просто неопрятный... Неопрятный вид. Если ты заказчику отдаешь, ты знаешь, объяснить ему, что вот как бы они распускаются, не распускаются, но неопрятный вид. Вот что можно сделать? Можно лаком, но... В принципе, можно. Особенно, если у вас нитки скользкие и постоянно вылезают. Я бы, в принципе, иголкой сделала. Вот можно иглой вот как бы зашить вот так вот и затянуть, как это обычно, вот как это зашивают иголкой. И тогда... А тут же само узел. Можно вот действительно капельку лака на самый кончик. Не... Вообще насмерть держать будет. Никогда никуда не денется. Даже будете стирать, не растворителем же, а порошком порошок лак не растворяет. Поэтому будет держаться вечно. Основные предметы в нашем хозяйстве это лак и скотч. Да. Да. Вот все на них держится. Еще скрепки. Да. И гайки. И гайки, да. Что даст? Оказалось, что еще и грузики эти. Рыбные. Рыбные, да. Рыболовецкие. Так что, видишь, появилось, пополнился этот арсенал наш. Открываю косметичку, да, там сумка, тушь, расческа, да, гайки, скрепки. Да, но я все время вспоминаю книгу Хмелевской про то, как она потеряла сумочку с оттурным ремешком. Сумочка весила килограмм 20. И когда в милиции нашли, стали разбирать там камни. Ой, на шубе. На шубе. Нет, камни, лупа. Потому что она там отходят, там привезла. Нет, нет, она... Господи, что еще? Какие-то сумочки. Какие-то еще... Она говорит, ну ладно, я все понимаю. Зачем тебе ножницы садовые? Я понимаю, в принципе. Зачем тебе лупы? Я, в принципе, понимаю. Ну зачем тебе там два камня? Она говорит, слушай, шла по помойке, я смотрю камни, думаю, капусту прижать. А мне капусту прижать. Я тебе забыла вынуть. Вот так мы живем. В нашей сумочке можно найти все что угодно. Какие там туфли, камни. Я иногда тоже, да, начинаю вытряхивать там. Чего только не вываливается. Да, поэтому теперь ты ходишь с маленькими сумочками. А я так и не могу. Принципиально, да, нашу маленькую, для того, чтобы не расслабляться. Мне лезет только маленький камушек. Я езжу на самокате, поэтому мне большие сумки не подходят. А я люблю большие. Туда уж напихаешь, так напихаешь. Да, потом не понимаю, почему плечи отвисают. Я, когда мне был маленький ребенок, коляску сломала, нагрузив меня картошкой на рынке. А у меня в тот момент еще лифт отключили. Здорово. Хорошо, на четвертом этаже. И я затащила и коляску, и картошку. Ну, коляска просто сломалась. А я на восьмом этаже. А у меня лифт регулярно отключали. И я с этой коляской по лестницам таскалась. А у меня метода была специальная. И не скажу, что очень жидко получилось. Смотри. Ну, что, не будешь по бокам делать? Ну, скажи, куда ты хочешь по бокам. Не, ну, вот если, например, вот здесь вот к этой защитной. Ну, это получается уже излишне. Ну, все, давай, в принципе, достаточно. Все, кому не надо что-то делать. Вот это вот тоже такое. Вот наши ленивые, очень ленивые, супер ленивые косички. Да, ну, веселые. Ну, веселые, да. Так, вывернуть. Вот она прекрасно вывернута на лицо. На лице мы ее и оставляем. Вкладываем пополам, так, чтобы у нас, у нас... Вот, все внутрь, внутрь, внутрь. Сейчас не буду делать, потому что времени уже нет. Но вообще, вы догадываетесь, что эти все узелки надо обработать, убрать, и вообще, чтобы их не было. Потому что шапка у нас... Ну, в принципе, мы потом влезем и доделаем, если надо. Складываем пополам. Здесь у меня средняя коса. Вот она. Сравниваем ее со швом посерединке. Получается, что мы согнули пополам наше вязание. И надеваем на иглу машину. Лицом. Все вывернуто, девочки. Все вывернуто. Вывернуто. Так. Лицом. Лицом. К себе швом. Потому что мы будем загибать вязание швом внутрь. Поэтому сложили пополам. Картинкой красивой. Картинкой красивой мы разворачиваем к машинке. И надеваем на иголки. Вот это вот все добро наше. Не настроить камеру все время не пустую. Вот. Могу начинать. Середина с нее и надеваю. У меня как раз все вот эти вот дорожки тут и остаются. Заворачиваю внутрь. вспомогательную нитку. В принципе, она мне будет не нужна, как только я надену это все вязание на иглы. Мы ее, эту нитку, и вытащим сразу. Это стандартный прием. Да. Нитку мы вытаскиваем в последний момент. Мы его в мастер-группе где проходим? Везде? Везде. Это основной прием. Ну, это один из основных. Один из приемов, позволяющий нам избежать распускания полотна. Так, вот смотрите. Можно немножко сузить нашу эту шапку, поэтому вот те иголки, которые у меня отсутствуют, я их пропускаю. и надеваю все, которые у меня здесь дорожки, я их не оставляю этими дорожками, а просто надеваю на иглы. А по две не будешь, да? Чего по две не буду? По две штуки. Буду. Обязательно сейчас все буду. Нет, нет. По две петли на одну иголку сейчас не будешь. Буду? То есть сужать. Сужать не будешь. Будет очень толстый. Да, да, да. Не, не, не. Так, могу вам сказать сразу. Сейчас мы показываем вариант, где мы ничего не сужаем. Если вы решаете, что вам это толсто, можете сузить. Потом. Потом, да. Вот просто вы сейчас вот видите, что один в один она делает. А потом, когда поймете, для чего это делается, потом можете там как угодно. Потому что потом фантазия начинает работать, и все у вас получается. Как одна из наших учениц после посиделок написала, что фантазия разыгралась так, что спать не могла. Кажется, вот, ну чего тут такого-то? Но спать не могла. Потому что сама же написала, что когда говорят, что там это мешает спать, это мешает спать, там мысли одолевают, смеялась, говорит, ну глупость какая. Посидела у нас и тоже поняла, что же это такое. Да. Да, и девчонки вот постоянно пишут письма, что пройдя какой-то один курс, ну вот первый курс еще как бы ничего, но когда уже начинается второй, и когда выстраиваются в очередь желающие получить от тебя готовые изделия, потому что если раньше они над тобой смеялись и говорили, что, а что ты такое делаешь, что вообще непонятно, какие-то несуразные вещи, то здесь вдруг получается изделие качеством лучше, чем магазинные, лучше, чем промышленные, лучше, чем те, которые можно купить. И сразу же возникают поклонники, которые, в особенности, если это на халяву, да бесплатно, так вообще просто отбоя не будет. Но здесь нужно все-таки иметь совесть и четко всем говорить, что мой труд, он настолько качественный, что он стоит денег. Денег, да. Да. Не приучайте к халяве. И вам проще тогда будет переходить на работу с заказчиками. На первых порах хотя бы берите деньги за пряжу. Вот стоит пряжа 120 рублей, вот берите с них хотя бы за пряжу. Нет, ну как бы хотя бы на пряжу. Если это не подарок. Если вот здесь как бы нужно решить, если человек тебе говорит, ну свяжи мне, ну у тебя близкая подруга, то ты говоришь, что я тебе могу связать за деньги. Но если ты понимаешь, что человек не может тебе заплатить, ну ты говоришь, ну тогда оплати мне пряжу. Но человек должен, вот который у вас заказывает это и просит, говорит, что тебе трудно, он как бы должен понимать, что вы на него тратите свое время. И это время должно как-то оплачиваться. Либо он вам его компенсирует тем, что он вам посуду помоет, там дома или еще что-то то есть не не превращайтесь в рабыню которая всем бесплатно все делает очень важно все-таки научиться называть цену за свой труд ну давайте я сейчас пока скажешь продолжим про про труд а сейчас вторую часть надеваем на эти же иглы то есть мы делаем плоское лотно вот все иголки все петли надеваем на эти же иглы середину с серединой совместили и пошли надевать так чтобы у нас все петли приняли участие в работе то есть мы все петельки надеваем получается что на каждой игле по 2 петли до конца не стала надевать потому что выйду четко по по петлям к середине а вот эти вот желтые завязочки завязывала именно для того чтобы найти вот она середина но учитывая что я решила по ходу работы не надевать пропуски сделал да немножко все сместилось поэтому я вот тоже как бы не принял для чего ты делаешь тебя один в один получаются эти иголки то есть принципе не обязательно было завязывать это не обязательно было завязывать да ну это завязала и ладно но они будут на самом деле я ставлю делу неточки не надо делаем не надо не делаем но лучше лишний раз делать и они не надо чем вы не сделали они были зарез нужны поэтому тут смотрите я настолько привыкла ставить метки что делаю это постоянно надо не надо работаем надо несколькими шапками и вот там вот без меток вот просто не обойтись и мы же мы же работаем вот в таком плоском виде вяжем объемные вещи но работаем плоском виде и поэтому все эти метки они заранее прописываются на этом как как называется у тебя на полотне ну нет вот как это на чертеже на схеме до прописываются и вы потом сможете их использовать для того чтобы по ним выводить узор потому что узор тот который мы вяжем на машинке вот на перфокартах или компьютер на это один это плоские узоры а узоры могут быть и объемными и объемный узор вот так вот как бы его очень тяжело на плоском изделии нарисовать то есть он должен быть изначально разрисован и вы должны четко понимать какая петелька какая какая штучка у вас куда ляжет и поэтому именно для этого меточки ну как привычно ставить и это очень помогает дальнейшим потому что когда у вас вот в таком виде это все лежит вы уже не понимаете куда у вас куда какую линию выводить вот поэтому лучше как у нас говорил отец перебреть чем недобдеть ну чего последний девайс не может помогать на нитку все это тусеченье машина же сама вяжет очете трудно что ли но тебя же машина трудно тем где машина сама вяжет договоритесь с моей машиной пусть она вам пока я сплю чем-нибудь свяжет я даже вынесу на кухню пусть она вяжет да иди разговаривайте да договаривайтесь да так снимаем помогать на нитку чтобы она нам ничего не утолщал самое главное проверили что ничего не слетела не потеряли ни одну петлю и после этого уже можно совершенно спокойно снимать на нитку не раньше иначе будет нехорошо те кто сомневается что у нитка рвет пряжу вот были такой у нас девушка когда истерики доходила она я технолог вязального производства я знаю что это категорично и недопустимо вы испортите все вязание но может быть у нее у нее машины какие-то машины во вторых кто работает на отказском производстве и рвет эти нитки вот мы работаем руками дома на хороших пряж на хороших нитках и и делаем все аккуратно ну как оно тут порвется если мне все равно вот как же там шпалом клачется с такими я об этом и говорю мощностями что сил девать не им без разницы порвали и порвали мы все делаем аккуратно спокойно поэтому не знаю мне вот за за всю свою жизнь ни разу никогда катушечная нитка не порвала вязание вот я уже сколько советовала говорила возьмите катушку обмотайте и шерсть и попробуйте порвать получится расскажите мне как вы это сделали у девочки пишет только королева ладно если еще скажут что тебе трудно а зачастую говорят а что тебе делать-то сидишь себе там это чё тебе делать-то но знаете вот пока вы не начнете называть что ваш труд чего-то стоит вот так и будут говорят чё чё тебе делать-то говорите что у меня заказчики все расписаны до нового года чтобы вопросов не было что тебе делать-то да и все и поэтому спокойно называйте цену можно не обязательно сразу какую-то там заоблачную но просто говорить что заказчики стоят все некогда мне на тебя тут это бесплатно так ну вот я не меточки там поставила вот здесь не поставила хотя надо было на самом деле а у меня живот меточка может быть чует торможу-то вот 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 меточка есть вы изо рта то съешь а у меня столько дурацких привычек у меня привычки не вредные а дурацкие вот сидит и с битером во рту вообще что это да да у меня у меня вот кто-то курит а я все облизанные все декера да зато карандаши не грызу и ногти не ломаются сами по рисунку мы с наталья тоже очень тяжело приходили к тому чтобы называть цену за свой труд потому что вот этот ручной труд он считается ну как бы даже хобби ты же вяжешь от того что тебе нечего делать и раздариваешь всем раздариваем всем вот обычно это тогда когда ну чем-то другим ты зарабатываешь если ты начинаешь в этом практиковаться и платишь деньги за то чтобы этом научиться а мы девочек учим все таки так чтобы это все себя окупало потому что ну просто вводный курс это это ничего но связали шапку и все масса масса технологий которые в водном курсе не проходятся и поэтому чтобы их всех оплатить приходится заплатить за это чтобы их узнать но мы учимся не для того чтобы это в копилку себе складывать а все-таки применять эти знания и самое лучшее когда у тебя заказчики ночью как поток изделия идет вот тогда все эти технологии отрабатываются как можно их отработать либо на всю семью свою навязываешь снизу до верху либо на заказчиков берем ящики изделия и обвязываем рука набивается очень нравится девчонки наши когда они вяжут вещи не стыдно получается красивый яркий я требую что все было очень хорошо и качественно сделаны когда приходят заказчики просят вот просто с таким ужасом меня заказали мне что же делать может отказаться ну первый заказ это всегда страшно это стресс это страшно да но второе уже как бы более просто а третье уже как бы я говорю представьте себе что вы уже пять лет работаете на заказ вот к вам пришел человек и что вы будете так это в судороге каждый раз это бросаться но у вас не этот пришел так другой придет не 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 так следующий и вы просто уже не не боретесь за заказчиком поэтому представьте себе что у вас уже все это есть что уже много лет в этой в этой теме и все будет нормально но мы начинаем заказы принимать с маленьких изделий с рукавичек там шапочек шарфиков шарфик связать я думаю что всякий сумеет на машинке вот связали рукавички шапочку по принципу то что на водном курсе и и шарфик все продали за сколько-то руку отработали вот там уж все швы отработаются все там отработается декировки отработать следующий раз вы действительно за час будете вязать как у нас за четыре часа вяжут свитер который до этого три недели вязали потом все раз за четыре часа и сложной пряжи так ну что у вас там это я собираюсь рассказывать девушки вы готовы администратора не могу вы готовы переходить к самому важному секретному моменту потому что у нас уже без 29 нам бы хотелось 9 все это закончить если кто-то не условно давай переходим да кто не успевает тут так вот здесь у нас помните мы взяли толстую желтую подгибку сейчас делаем то чего мы никогда не делали мы так не делали никогда сейчас мы будем делать такой первый раз это экспериментально показательный образец поэтому желтая подгибка вот она у меня синий последний хвост и синий вот здесь вот начинается сделал так случайно но так уж получилось вам зато легче объяснять вот синяя линия и эту синюю линию вот если вы растяните желтую синюю между ними протяжки есть это петля синяя и вот эти петли мы тоже надеваем на иголки шов у меня идет по середине вот он шов со швом и протяжки поехали надевать на иголки между иголками можно через иглу на самом деле потому что здесь нет лучше каждую иглу каждую петлю так раз наталья вальтер признает что ты про нее рассказывать как она в обморок падала не только вы падаете в обморок от этого потому что реакция у всех одинаково на первого заказчика правда чем реального когда никогда вы там ребенку мужу там или что-то это свои где за деньги и когда за бесплатно тоже не страшно а когда за деньги вот вот ужасно страшно даже за маленькие деньги почему-то очень страшно очень страшно потому что такая дикая ответ потому что нас на самом деле приучили к тому что ручной труд он бесплатный и потому что мы вот как бы нефиг заняться действительно Что тебе жалко, что ли? Тебе трудно, что ли? Телевизор смотришь, там и свяжешь. Поэтому здесь вот как бы очень четко себя позиционировать. И стыдно брать деньги за то, что ты чего-то кому-то делаешь. Ну, Наталья Вальтер в Германии, и у них там немножко по-другому, а у нас здесь при коммунизме и при социализме не принято было деньги. Ты что, хапуга? Ты что, хочешь на мне заработать? Вот у меня всегда это... Ты что, на мне хочешь заработать? Ну да, я на тебе хочу заработать. Вот просто проговорите себе, что да, вы хотите на этом заработать. Именно поэтому вы пошли учиться. Вот пока вы эту мысль для себя не примете, вот как бы у вас будут проблемы с этой, с психикой. А если вы скажете, да, я хочу зарабатывать тем, что зубы лечу, я хочу зарабатывать тем, что пироги пеку, а я хочу зарабатывать тем, что шапки вяжу. Да, хочу зарабатывать. И пусть это будет не основной доход, а приработок, но это честная работа, это никого не украли, вы человеку... Сделали это, чего он не может. Как говорит Коко Шанель, изделия ручной работы, они слишком элитные, чтобы быть у каждого. Либо вяжите сами, либо заплатите человеку, который может это сделать. Все. Да. За вас уже все, это как бы все решено. Это элитный продукт, не всем доступен. Так, и вот этот подгиб мы надеваем, то есть получается очень сильное утолщение. Но учитывая, что мы вязать ничего не будем, мы закрывать будем руками, хоть 10 подгибов вы надеваете на свою машинку, и это без разницы. Главное, чтобы она ничего не потеряла, поэтому мы надели, во-первых, заднюю часть, во-вторых, краешек желто-зеленого, желто-синего полотна. И теперь вот эти открытые петли, которые у нас с одной стороны, видите, у нас тут. Ой, а у тебя шов получается наружу. Да, вот это я как-то... Это ты вот как бы неправильно сказала. Да, это я неправильно, вы видите, все по ходу, мы тут разговариваем, я уже переделывать не буду, уже времени нет. Ну ладно, да. Но когда будете вязать, учтите вот такие моменты, да. Значит, не довязывая до конца, вот этот желтый ряд надо просто будет по изнанке сшивать. Или можно было надевать сначала вот эту надеть, а потом все эти клинья. Ну, в общем, не важно. Не важно, да. В общем, у нас получается немножко не... На самом деле мы... Вы же понимаете, что это посиделки, мы к ним не готовимся так, чтобы с записью, с перезаписью. Мы связали несколько каких-то образцов, и потом в последний момент решаем, что не, будем делать вот так вот. И сейчас Наталья свяжет и покажет вам, что мы до этого хотели сделать. Потому что у нас было три варианта шапки из вот этого варианта, который вам она сейчас показывает. И я говорила, ну давай сделаем три шапки. Она говорит, да что три дня-то мусолить? Сейчас одну свяжем, а остальные три просто покажем, вот как бы... Но ведь не успеваем. Не, что не успеваем? Все, успеем, тут и покажем. Ладно, покажем, конечно. Вот, на самом деле вы понимаете, что... Ну вот вам показываем это, надели, пересняли, туда-сюда, провязали. Вот сидите и креативьте себе. Это даёт невероятный позитив, успокаивает нервы. И как бы всегда при деле. И в какой-то момент натыкаешься на какую-то очень интересную идею, вот как вот та шапочка, которая с клубничкой, она... Те, кто девочки у нас присутствовали, ну и те, кто мастер-класс приобрёл, вы понимаете, что она из тех технологий, которые мы проходили миллион раз. И просто собрана немножко в другой последовательности. И уже вот раз, и как бы получилось что-то другое. У меня тут это одолевает мысль, хочу связать шапку, которую мысленно я называю маяк. Маяк, это как бы скала такая, омываемая штормом. Я уже болезненько, что мне вязать. Но Наталья не успевает уже, как бы совсем у неё тут переклинивает голову, поэтому даже не знаю, на следующий год, наверное, как она говорит, это мы в этом году не будем, мы на следующий год. Вот, видимо, эта шапка тоже на следующий год. Потому что то, как даже подать этот узор, чтобы он был в виде волн, имитация волн и гранитов. Вот меня просто, я вот вижу, как это сделать. А Наталья говорит, не-не-не-не, не могу, не могу. У меня вторая фантура, у меня то, у меня сё. Ну, что делать? Вот сидите и начнёте придумывать что-то интересное. Потому что вот я, когда начинаю смотреть эти дизайнерские какие-то разработки, дизайнерские изделия по вязанию, по ещё чему-то, сегодня я в группе выложила какие-то совершенно безумные вещи, и девчонки сказали, ужас, ужас. А на самом деле это просто человек креативил. Ну да, ну не получилось. Но вот он имел смелость сфотографировать это и выложить. Вот. А вы, вот все, кто боитесь, что у вас там ужас, не ужас, вот боитесь креативить, боитесь искать. А исход, как говорится, он непредсказуем. Три раза ужас, а один раз Нобелевская премия. Не знаю, в Зайзане нету. Надо бы что-нибудь это изменить, чтобы тоже давали. Да. Нету. Потому что вот, видите, девчонки наши очень с большим удовольствием вяжут. Никто ещё раз не сказал, что какая страшная недополучается. Нет, это как это есть премия мира. Вот у нас тоже надо премию за позитив, за то, что мы людям несем позитив, и они уходят от своих проблем и перестают ссориться, с мужьями ругаться, с детьми ругаться. Иди ты со своими ссорами, да, мне обязательно. Да, да, да. Вот, мир, покой. Иди ругайся там в таком. Мир, покой. Муж сам поговорил. Как говорится, пусть только попробую мешать, без ужина всех оставлю. Всё, все выстроились, все сами себе готовят. Всё, в доме мир, покой. Все счастливы. Что делаем? Всё, закрываем. Вот у нас вторая часть шапки такая осталась висеть. То, что мы сейчас этот толстый-толстый слой надели на иглы, закрываем косичкой. Аккуратно, чтобы ничего не слетело. А, по поводу того, поговорила, мне очень нравится, когда у нас в спортивном клубе там речь шла о том, что нужно будет на экзамен ребёнка привезти в мае с дачи. У нас мне очень одна мамочка понравилась. Да. Я даже боюсь заикаться. Считаю, что уже с ним поговорила, получила отказ в невежливой форме. Говорю, да, не надо даже обращаться. Я уже как-то сама спросила, сама ответила, сама успокоилась. Ужас какой. Нет, папу не повезёт самим доехать. Да, вот это. Ну, слушай, ну я не знаю, что такое самим не доехать. Ну, она говорит, где-то в деревне они живут, и на один день туда-обратно им тяжело ездить. Ну, у всех обстоятельства разные, но, как если ты на папу не рассчитываешь, нужно какие-то другие методы применять и рассчитывать всё-таки на… искать выход. Ну. А по поводу того, что сама поговорила, сама вынесла вердикт, там приняла решение, и всё это, да, это женская особенность. Сама с собой. Сама с собой, да, беседу провела и успокоилась. Да, а муж и знать не знал, что его же три здесь дома выставляют. А потом обратно принес. И не надо им узнать. Ну что, заканчиваем? Ну, ещё вторая часть шляпки. Соединим, сейчас и закончили. Надеюсь, что мы ничего не перекосили за мирной беседой. Потому что у меня есть такая особенность, когда я мирно беседую, я могу… Чего-нибудь забыть. Чего-нибудь забыть. Да, вот как с этим подгибом, пока мы разговаривали. У меня вынесло совершенно из головы, потому что надо план писать. Подгиб, да. Подгиб, на самом деле, я предлагала по-другому сделать, но Наталья, видите, говорит, так мы никогда не делали. Вот вы сейчас увидите то, что мы никогда не делали, просто надо было предусмотреть немножко заранее вот эту технологию и немножко-немножко заранее. Так, лицом, вторую часть, вот у нас дырка вот эта вот для головы, вторую часть, надеваем это же место на те же иголки. Ну, можете просто вот уже от края, то, что мы закончили закрывать, не оторвали нитку, петлю побольше, чтобы не слетело, и начинаем надевать следующие синие нитки на, синие петли на иголки. Надевайте их все. Между прочим, нам прислали отчеты по клубничке, две видела? Нет, не видела. Ну, как это не видела? Всем прислали. Всем. И тебе, и мне прислали. Ну, ты сегодня это не придела по этому. Я сегодня очень-очень, да, мало смотрела почту, отвечала только. Девчонки, если кто-то из группы у нас, не обижайтесь, что я не отвечаю вам 7 минут, а я не сижу все время в компьютере. У меня вот такая, такая у меня особенность. Не, а что значит такая особенность? Ну, это все так нормально. Письма приходят и среди ночи, и как угодно, ведь уже в разном режиме. Нет, просто прислали с утра, и сразу, что-то я не вижу ответа на мое письмо. Я написала и... Я думаю, что вообще нужно сделать, я, Наташа, уже сказала, попросить, если очень срочно, вот если ты сидишь, и у тебя иголки прямо на этом, ну, напишите, что это срочное. Если же не срочное, то надо иметь в виду, что мы тоже иногда отдыхаем. А в особенности в субботу и воскресенье все-таки с семьей святое дело побыть. Поэтому, если совсем действительно вот кранты, ну, можно позвонить на телефон. Если же, ну, как бы, Наташа действительно не все время сидит. И я не все время сижу. У нас еще есть, как бы, дополнительные всякие дела, которые не связаны с вязанием. Поэтому, вот Людмила Габачу спрашивает, отворот получается, значит, стороной на лицо. Да, это вот такая технология, надо было зашить так, чтобы вот этот желтенький ряд был наружу, но вот так получилось. На самом деле, у нас сейчас вот такие уроки простые, из квадратика. То есть мы не заморачиваемся на какие-то сложности. У нас не уроки мастер-группы, а фантазия. Мы не ставим задачу получить, вау, какое-то изделие. Мы вам показываем, что вы можете искать свою какую-то технологию и прорабатывать все это вот так же вместе с нами. Потом вы поймете, что вы вот это сделали неправильно, вот это сделали неправильно, а вот это вы сделали правильно. Вот в следующий раз вы переделываете, и уже у вас получается по-другому. Мы с Наташей вообще думаем, что надо бы нам сделать какой-то курс по шапкам, потому что, ну, это такое вот непаханное поле. Учитывая то, что у нас носит и ужас какой-то. Да, за пять тысяч вот эти вот. И те, кто у нас собирается работать на заказ и вот прямо лелеет эту мечту, все-таки нужно научиться креативить. Вот то, что мы с вами делаем, это учимся креативить на пустом месте. А потому что креатив вот он ровно оттуда и берется. Вот. Вот я когда смотрю дизайнерские какие-то работы, швейные, либо вязаные, ну, я понимаю, что человек не потому, что он хотел выпендриться, а потому что ему все другое уже просто было неинтересно. Ему интересно вот придумать что-то необычное и связать эту технологию так, как никто не вязал. Вот мы сейчас тоже делаем так, как никто не делал. Вот так. И надеваем вот эту часть подгиба на обратном, на иголке. Так действительно никто не делал. Вот таких шляп, таких способов я не видела. Вот просто... Сегодня увидишь. Сегодня увидели первый раз, и вот сегодня мы первый раз это делаем. Сразу говорю, что это мы делаем первый раз. Так не делали никогда, и я этого не видела ни у кого. Потому что эти вещи действительно приходят в голову. Вот задача стоит что-то простое из квадратика, вот быстренько сделать. Вот миллион способов, вот просто мы хотим сказать, что миллион способов. Просто вы никогда не задумывались о том, что этот миллион есть. Он есть, и его... Вот я говорю, что я могу целыми днями, но мне даже тяжело Наташе рассказать, потому что я вижу мир немножко по-другому. Я вижу эти шапки, они у меня, знаете, вот стаями летают, стаями. Руку протяни, выхватываешь это. Первый попавшийся шапку, и вот как бы вот она уже шапка готовая. Вот Татьяна Иванова спрашивает, а если сегодня оплатить вводный курс, когда придёт первый занятие, сегодня же и придёт. И вообще мы с вводным курсом, вообще со всеми курсами работаем по такой системе, что если вы вяжете быстрее, чем раз в три дня, либо раз в неделю, напишите мне, я вам вышлю следующий курс, и могу выслать... В смысле, следующий урок, и могу выслать весь курс, но на вводный курс и целый я не присылаю. Я на самом деле очень против того, что выслали весь курс. Да, я не присылаю. Потому что все, это психология, это вот даже с последнего урока. И плюют на первый, я со словами, я это и так знаю, чего там вязать. Но засады начинаются, как только начинают вязание, потому что все всё знают, все умеют, даже письма пишут, могу ли я купить там седьмой, восьмой курс, потому что я всё знаю, кроме... Да, мне вот это не надо, мне вводный не надо, мне первый вообще не надо, мне вводный вообще не надо. Да, шестой сиденье, я вязать умею. Так а зачем покупать что-то, если вы всё умеете? Вот вопрос. Значит, всё-таки не всё? Значит, есть какие-то вещи, которые... Я хочу сказать, что у нас учатся те, кто уже умеет вязать не просто хорошо, а очень хорошо. Те, кто вяжет на заказ и имеют, вплоть до того, что отелье имеет своё, и уже с заказчиками не первый раз. И у нас и Наталья Прохорова, и много тех, кто вяжет на заказ, и Ильяна Ютковита, вяжут на заказ. И, тем не менее, вводный курс прошли, первый, и второй, и третий, потому что много... И причём Лена говорит, да, она говорит, я хочу увидеть технологию другую, то есть я знаю своё, мне интересно посмотреть с другой стороны. И сравнить, что лучше. И она действительно говорит, что да, я посмотрела то, чего я не видела, и теперь я эти технологии, эту и ту могу соединить и выбрать из них то, что мне подходит. Всё, человек получает то, что ей надо, и она абсолютно со всех сторон подготовлена. Она может вязать что угодно, потому что если заказ поступает какой-то, чего ей было неизвестно раньше, ей пришлось бы придумывать или... Или вот сейчас мы в игроке проходили, она говорит, у меня немножко другой метод построения, но мне в моём методе нравится это, в вашем нравится это. Я их объединила, говорит. А на мне и получилось просто идеально. Вот подход профессиональный. Здесь очень часто происходит даже не то, что какие-то выкройки, что-то новое в выкройке, как вот Ульяна, например, а даже технологии. А технологии интересные. Вот то, что мы вам сейчас показываем, это технология подсоединить петли не с той стороны, а с этой стороны, и вы получите немножко другой эффект. Опять же, всего лишь надеваем петли на иглы и всего лишь закрываем. Ничего другого. Но эффект получается вообще совершенно непонятный. Это то, чего не делали никто и как бы никогда. Ну вот мы попробовали, получилось. Сейчас мы узнаем, что у нас получается. Закрываем остатки. Ну вот Елена Пантусевича не пишет. Это мы так думаем, что умеем, а потом наступает прозрение. Вот Елена на одной из посиделок написала, что до того, как я к вам пришла вязать, я думала, что я умею вязать. Но как же я ошибалась? То есть человек, который много лет вяжет, имеет несколько машин, оказывается, вдруг делает открытие, что на самом деле ничего она не знала. Ну не надо говорить, что ничего. Нет, она говорит, как же я... Знала немножко по-другому, знала меньше немножко. И опять же, по другим углам, как Лиана. То есть понятие уметь вязать не заключается в том, что вы умеете вязать прямое полотно. Вот то, что мы вам сейчас показываем, назвать умением вязать нельзя. Это вот просто как бы зарисовка. Вот если бы мы были художниками, да, это набросок, эскизик. Вот как это можно назвать. Потому что серьезные вещи, конечно, так не делаются. Это серьезная проработка, это... Образцы, это обработка. Действительно, вот когда мы что-то вяжем, я всегда говорю, что прежде чем мы что-то начинаем вязать, делать на изделии, обязательно маленькие эскизики на всех отделах. Посмотрите, как оно будет лежать, как оно будет себя вести, как оно получится в этом цвете, в этой фактуре. И выбирайте то, что надо. Обязательно пробники делаются на все. Пробники – это наша основа. Потому что начать делать и выяснить, что получается кошмар – это нехорошо. Потому что потраченные силы, время и нервы – это очень дорогая цена. Мы все-таки не стараемся распускать изделие. Вот связали все, всю кофту связали, а потом мы ее распустили, потому что она не подошла. Мы ее сначала все рассчитали, сделали маленькие образцы, а потом раз, как на вводном курсе, и собрали шапочку. Раз – и собрали кофточку. То есть не делаем так, что связали, надели, уау, 15 см длиннее, отрезали, распустили, перевязали. Оверлоком я там. Оверлоком, да. Оверлок вообще – швейная машинка. Оверлок – это не инструменты для вязальщицы. Когда говорят, что мы колготки на швейной машине соединяем, я подаю в обморок, потому что это непрофессиональный сразу такой подход. Так, снимаем. Нет, еще вспомогаем. Ну, не вспомогай в этом экран-то. Вспомогать, но нитку выдергиваем. Она нам только создает утолщения всякие ненужные. Вот она кое-где даже вязалась, потому что вязание, в общем-то, такое достаточно, хоть это и игрушки, не игрушки, но непростое. Опять вы уберешь? Фу-фу-фу-фу-фу. Должны быть у меня хоть какие-то недостатки. У меня, пока тебя нет, кот ходит и тоже берет в рот. Ой, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. А почему мои декеры дают своему коту? Потому что я их после тебя не убираю. Они у меня здесь на столе так и лежат, чтобы не двигать бесконечно это туда-сюда. У меня кот тоже любознательный. Шучу. С первого апреля. Кот у меня исключительно нитки ест. Вязальными инструментами не интересуется. Нитки они все любят. Я тоже не убираю мешок с этими нитками, с акрилом. Я их складываю в мешок. Этот мешок лежит рядом с машинкой. Моя котяша приходит и пытается вытянуть. Когда ему не получается, он доставит хоть одну ниточку и тянет ее. И вот эти сопли по всей квартире растянуты. По крайней мере, виден маршрут кота, куда он ходил. У тебя лунатик, что ли? Нет, он днем ходит с клубком. Если клубок не достать, он берет нитку и вытягивает, а оно тянется. Слушай, а чего так тяжело вытаскиваете нитку? Потому что я подзавязала, я подзакрыла их. Вязание очень такое толстое, когда тяжеловато. А учитывая то, что мы начинали, это просто так взять и не распустить. Только выдергивая нитку. Ну, где-то она прихвачена, а где-то нет. Поэтому и получается так. Ну, ничего страшного. Затянута тут у меня немножко. Это каков эффект. Ну, а ты на маленькую или на большую вязала? На маленькую. Я ленивая. Правильно. Я же тебе говорю, для того я купила, чтобы меньше было вязать. Ой-ой-ой. Варвара, краса длинная, коса, а я тоже декер во рту держу. Но коту не даю. У меня кота нет. Логично. Я вообще всегда против того, чтобы что-то брать в рот. Но вязальный инструмент – это исключение. Это очень удобно. Чем его куда-то складывать, укладывать. Запихала зубами. Я схватила его. Всегда под рукой. Я была на концерте, на рок-концерте. И там, значит, это режиссер, я дирижер. Знаете, я вот, честно говоря, симфонический оркестр представляет себе, как симфонический оркестр. Мужик во фраке, с палочкой машет по этому партитуру, как бы на пипитре, там и все. Но рук, видимо, все-таки это по-другому, даже если в симфоническом исполнении. Потому что когда контрабасист, исполняя какую-то арию заключительную, контрабас поднял над головой и начал с ним прыгать, как это делается с бас-гитарами, я чуть это как бы не лишилась чувств. Потому что, понимаете, вот симфонический оркестр играет серьезные вещи, и вдруг, значит, это начинает прыгать и радоваться. Ну, то, что на заднем плане там с бас-гитарами эти сольные арии исполняли, но остальные все были с крипками, с флейтами, с пианино. Пианист был с козлиной бородкой, заплетенный в косичку, в косичку примерно сантиметров 30. То есть вот, представляете, вот этот, как называется, оркестр, большой, там 40 человек, но они играют рок. Так, дирижер, я такого никогда не видела, он подпрыгивал от 20 до 50 сантиметров. То есть он вот все время как мячик подпрыгивал, видимо, вот он так вот ритм передавал этому оркестру своему. На особо высоких нотах он подпрыгивал на полметра. Он обходился без палочек, он размакивал руками. Это было, вот я говорю, это шоу, шоу-щутон. Так вот он говорит, что вы знаете, что Пинк Флойд – это составная часть из имени двух котов. У организатора группы были два кота – Пинк и Флойд. Он ничего в голову не пришло, он свою группу назвал Пинк Флойд. Вот так вот. Так что коты имеют очень важное место в нашей жизни. Да. Не только бряжу воровать. Потом их имя заходит в историю. Ну, детеныша, давай. Да. Надеваем на этот шедевр наш, на детеныша. И смотрим, что... Ну, а чего вот камеры-то нет? Ну, подвинь так, чтобы камера-то все-таки была. Надо машину убрать. Машина еще мешает. Сейчас я ее уберу, а мы будем осмотреть, что получается. А я ей подожди сейчас. Так, осторожно, там камеру не сверни. Вот уши-уши. Ухи-ухи. Ухи-ухи. Вот то, что мы с вами связали. На вот такого детеныша. И то, что здесь у нас получилось... Изнаночный подгиб совершенно эту шляпу не портит. Изумленное детеныша. Нет, вот смотри. Вот я тебе говорила, что если сделать поменьше, вот оно не так будет оттягиваться. Все-таки вот надо было... Да, вот видите, о чем шла речь? О чем шла речь, когда говорили о подтяжке? Можно было вот эту часть по две сложить. Но тогда бы получился вот здесь совсем большой мешок. На самом деле, раз не вязать, то это и не важно. Вот такой вид имеет шапочка. Если бы здесь было... Можно связать подлиннее. Тогда мешок будет. И тогда она будет... Нет, она тогда вот здесь будет нависать. Да, вот здесь будет нависать. Вот так вот. Вот так вот. Может быть, тоже будет интересно. Может, тоже интересно. Вот такой вот необычный эффект. Непонятная шапка. Почти уши. А если вот эту часть сделать поменьше... Ну, можно чуть-чуть поменьше. Я думаю, что надо было все-таки вот так вот. Сантиметр, да. Надо в половину, чтобы она вот так вот уходила сюда. Но это, опять же, вариант для моделирования. Поэтому мы вам показываем идею, как это можно воплотить и использовать вот совершенно, но на пустом месте получилось тоже не пойми что. И вот эта технология... То есть задача была из квадрата. Вот мы ее выдержали. Ни одной кривой линии. Ни одной кривой линии. Все ровно. Квадрат, квадрат, квадрат. Ничего не пересаживали, ничего не делали. Вот совершенно необычный подгиб. Затылочек утепленный трехслойный. Да, вот я хотела сделать непродуваемый, да, вот такую как бы в зимнем варианте. Да, догадались. Вот. Ну, в общем, такая шапка ничего не обязывает, с одной стороны, а с другой стороны необычная. Необычная и в то же время... И простая. Да, простая. Связать может кто угодно. Ребенок нестандартный. В камеру все-таки, да, так, чтобы она у тебя в камеру была. Нестандартный. Подход к стандартным вещам. Здесь, опять же, все-таки это сырая работа. Можно ее еще проработать немножко тем, что уменьшить подгибы там и шов зашивать все-таки внутрь. Вот этот именно кусочек. Именно вот этот, да. Либо можно сделать отдельно, связать подгиб и его сюда привязать. Да, но это уже, извините, уроки. Или рулик, или еще что-то. Мастер-группа моя, даже вопросов не возникает к ней, потому что она может оформить абсолютно любой подгиб. Мы массу всяких проходили и кружевые, и подгибки, и обвязки и прочее, прочее, прочее. Сейчас у нас урок не обучающий, а... У нас урок креатива. Креатива. Запомните, что по посиделке это не мастер-группа. Мастер-группа – это отработка всевозможных технологий снизу вверх, наискосок, вдоль и поперек, чтобы закрытыми глазами все вязали. А по пятницам у нас всего лишь квадратики. Как можно использовать квадратики в мирной жизни? Вот, например... Один из вариантов. Один из вариантов. Масса-масса была уроков. Когда мы начали, это уже я не помню, но каждую пятницу у нас проходит вот такая посиделка. Главное, чтобы сил хватило, потому что, в принципе, я понимаю, что девочкам это надо. Потому что, а кто еще научит креативить? Ну, кто? Вот идти на какие-то курсы по вязанию, нету таких курсов, где учат креатив. То есть учат шитью обычной одежды. По вязанию ничего вы не найдете. Поэтому мы пока будем это тащить, пока силы есть, а там дальше видно будет. Но уж надеемся на ваши шапки, потому что, если шапок не будет, девочки, то, значит, вам это не надо. Если вам не надо, то нам и тем более, потому что мы это и так умеем. Это как в школе. Я читать умею, мне это не надо. Ребенку объясняешь, зачем мне это надо. А сама почитай. Вот Наталья говорит, с креативом проблемы. Мы понимаем, что проблемы с креативом. Именно поэтому мы и хотим показать, что на пустом месте все это. Вот весь креатив – это не обязательно что-то вычурное, экстравагантное, так, чтобы от вас люди в сторону… Я неправильно одеваю своего мужа. Да-да-да, да, в розовые колботки мужа заработает. Нет, нет, розовая юбка и зеленый печататель, огромный печататель, как эта шапочка, фотография убойная, просто все это делать. Да-да. Давай второй вариант. Да. На второго, да? Иди, где ребенок? Ну на. Не, иди, сама твоя, я не могу. Это твои придумки, на. Ну, Наташ, ну не могу, вот завязывай сама. Это твоя придумка, а это не твоя. Вот это моя придумка, а это не твоя. Ой, тьфу, твоя не моя. Моя не твоя. Все, подержу тебя. А, вы же хотели птичку. Птичку. Точно. Я уже забыла, мы столько всего на... Елена Путусевича не говорит, что если хвост подлиннее, то шарф получится. Но хвост подлиннее, то тогда это стандартный вариант, это обычная уже шапка будет. Мы ее специально зашили, так как никто не делает. Так, сейчас, не, 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 не. Так, вот другой детеныш, другая шапка. В принципе, заготовка-то та же самая, только вот не зашитая. Смотрите, даже если вы буратинку можете сделать, можете хвост собрать, можете все что угодно, можно взять... Вот шарфом, Елена, хочет, вот он шарф, вот как бы болтаться, да, и этот шарф будет вот так вот вокруг шея обматываться. Да, шарф вокруг шея, да. Здесь замотали, самое главное, чтобы не надвязывая шарф, не стянули шапку. Можно, 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 просто взяли вот эту вот шапку, завязали вот здесь вот узелок, как, как надо, и замотали кичку, завязали узелок. Можно вывернуть наизнанку, наизнанку завязать любые узлы, вот здесь вы считаете, что завязано, шапка, мне немножко не хватило, завязать узел. Получается, вот шапочка с узелком. Если ее хорошо оформить, то она такая разноцветная получается. Да, получается очень красивая, получается вот такая макушка с узелком, вообще с бантиком, это не бантик, просто вот такая вот необычная. И ее не затягивать, а пышно разложить. А здесь вот так вот ее вот как бы закрутить и вот так вот по голове разложить. Получается... Девчонкам очень будет весело. Да, и она полосатая, веселая. Опять же, это все остатки пряжи, которых уже ни у кого не осталось. Но, если у кого-то излишки есть, веселенькое такое что-то, для ребенка вполне. Если вы будете вязать, ну, сейчас весна, на весеннюю шапочку из того же акрила развеселого, сохнет быстро и, не знаю, один позитив. Самое главное, нет такого точно ни у кого. Самое главное, что мы не ставим задачу сделать шедевр. Мы просто веселимся и смотрим, что получается. И поэтому... А почему бы не повеселиться? Ну, себе такое не сделать, а ребенку вполне, более чем можно. Потому что он действительно будет очень необычен. Такой вот... Это, опять же, один из тысяч вариантов, как этот хвост можно замотать. Из него можно сделать бантики, рожки, там, ушки, все, что хотите, вот из этой тряпки. Как свернули, так и самый красивый ребенок. Можете каждый раз при стирке шапки менять оформление. Все? Все можно. Ну, чего? Так, на мальчиках придумайте, пожалуйста. Да. У нас у девочек страшные мальчики, а мы тут все на девочек. У нас с мальчиками один мальчик только в семье. Но мальчик категорично не хочет ничего. Да, и поэтому... Причем он всегда еще маленький, у него бровки сдвинутый. Это что? Говорит, да ты померь, я не буду, не буду мерить, не буду. Все, ну, пусть ты... Да, вот у меня мальчик, скорее всего, не приемлет. С мужскими шапками и с мальчиками вот как бы креатив, потому что мужчины наши не принимают это все. И поэтому приходится то, что на себя надеваем, то вот и приходится на том и креативить. И опять же... Да, я помню, когда связала голубую шапочку, вот этот чепчик, как-то я Данила уговаривала, чтобы он померил спиной, повернули его уже уговорами такими и сегими. Что ты ему там посулила за то, что ты сфотографируешь его в этой шапке? Он меня в те времена еще очень сильно уважал за что-то. Поэтому я пришла и авторитетно ему сказала, что очень надо. Причем первым делом он стянулся эту шапку и сказал, на! Никаких мне бантиков! Ну, девочки, в общем, вот я смотрю, с девочкам понравилось, прикольно получилось. Присоединяюсь к мальчишскому варианту. Так, у меня их троли. Ну, девочки, наверное, чего-то надо, но... Вот, ну, свяжите в однотонном варианте, будет у вас мальчиковый вариант. Ну, и кичку не надо, да. Так, вот смотри, вот ты опять не попадаешь в кадр. Давай, вот если я вот так сяду, попаду в кадр, и ты попадешь в кадр. И я попаду, мы все поместились. Ты охудели, что ли? Мы все, что сегодня хотели вам сказать, мы это все сделали. И хотели мы закончить это той мыслью, что когда человек делает нам больно, это значит, что, скорее всего, он сам очень глубоко несчастен. Потому что счастливым людям совершенно не хочется делать гадости и кого-то обижать. Сплетничать, делать какие-то подставы. Счастливые люди, они счастливы в другой реальности. Им все это ни к чему. Поэтому мы хотим, чтобы вы были счастливы, и чтобы ваша деятельность была направлена на то, чтобы вы вязали, и вокруг вас весь мир этот крутился и подстраивался под вот это ваше увлечение. Потому что, как я говорю на всех наших конференциях, когда мама счастлива, то вокруг нее счастливы и дети, и мужья, и даже тараканы. Если таковые в ее доме имеются, обычно они имеются, если она только вяжет и больше никуда не отвлекается. Поэтому относитесь ко всему спокойно, и все, оно вокруг вас будет тоже спокойно, и главное, с позитивом. Ну и с 1 апреля, надеемся, что если вы сегодня еще никому не сделали какую-нибудь мелкую пакость, то вы ее сделайте, пожалуйста. Потому что такой день нельзя пропустить. И вам сегодня за это ничего не будет. Слишком серое и гладкое, ровное. Надо иногда встряхивать, но в хорошем смысле. Мы прощаемся с вами. Я Светлана Амельян. Я Наталья Некрасова. С автором сайта «Изба визуально», где мы учим стремительному освоению визуальной машины с нуля. Пока. Продолжение следует.